Добрый вечер! Не все. Значит, сегодня вечер цитат. Все цитаты будут из одной книжки. Книжка вот такая толстая. Если у вас есть лишние 700 рублей, ее можно купить в Александровневском соборе Екатеринбурга. Там в книжной лавке есть один экземпляр, так что кто торопится, может купить. Значит, книга, автор ее, архидиакон Павел Олепский. Книга называется «Путешествие патриарха антиохийского в Москву». Это 1628-1631 годы. Антиохийский патриарх Макарий, он, естественно, подданный Турецкой империи, вступил на кафедру, и когда он был избран, обнаружил, что у его епархии огромные долги, оставшиеся после его предшественника. И он решает предпринять путешествие в Москву, к русскому царю, единственному православному царю мира, в Третий Рим, за милостыней царским вспомиществованием. И вот предпринимает это долгое путешествие. А его сын, диакон Павел, и ведет эти записки. Он его физический сын, то есть патриарх Макарий был женатым священником до избрания на епископский престол. И вот диакон Павел пишет дневник, путевой дневник день за днем записывает свои впечатления. Он пишет на арабском языке, и в итоге до нас дошел уникальнейший текст. Дело в том, что мы часто видим публикацию дневников иностранцев о нашей стране. Но это были в основном европейцы, для которых в Москве есть синоним барварства. И кроме того, у европейцев совершенно особые очки на носу. Они же не православные, католики, протестанты. И поэтому, конечно, многое из того, что они видят в нашей религиозной жизни, и национальной, и государственной, кажется им совершенно дикостью, непонятным, набором нелепиц. А в данном случае мы видим человека, который с одной стороны наш, он православный. Но что еще более интересно, он совсем не наш, он не европеец, он араб по национальности. И для него родной язык не греческий, а именно арабский. И поэтому это человек совершенно другой культуры. Понимаете, у каждой культуры, у каждого человека есть свои бельма на глазу. Но эти бельма у разных людей расположены в разных местах. И поэтому то, что не замечаю я свои очки на своем носу, заметит китаец. У него тоже есть бельма, но они в другом месте расположены, чем у европейцев. И вот поэтому сопоставление разных культур, их впечатлений друг от друга, поэтому бывает так интересно. Итак, поэтому что я буду делать? Я буду зачитывать какие-то вещи. Значит, некоторые вещи вам всем прекрасно знакомы, но бывает интересно заметить, ну для нас с вами, что оказывается вот эта вещь, она уже была в 17 веке. А с другой стороны, да, опять же, прочитаю рассказ совершенно обычный, и для нас с вами это обыденность. А этот араб удивляется, возмущается или восхищается. Тоже интересная реакция. Напротив, в некоторых местах я возмущусь тем, что он чем-то не возмущается. Вот о чем-то он очень спокойно говорит. А тут вот вопрос. А вот человек современной культуры, скорее так это спокойствие его у нас удивляет. В общем, что долго рассказывать. Давайте начнем. Первая тема, это как он описывает именно религиозную жизнь нашей церкви. Вот в эти дни, когда в мире постоянный разговор про римского папу, обратите внимание, что почему-то о нем говорят как о ком угодно, но только не о римском папе. О политике, антикоммунисте, там еще не вести о чем, а о том, что, наверное, он все-таки самым главным. Вы понимаете, ну не видел же римский папа смысла своей жизни в том, чтобы встретиться с футболистом Рунальдо и сфотографироваться с ним. А почему-то по телевизору именно это и показывают. Как будто это главное событие за 28 лет, за сколько там, 78-го года, значит. Ну да, 27 лет правления римского папы. Так вот, и мы поэтому все-таки начнем разговор о православном писателе с того, что он видит главным в жизни русское православное богослужение. Но для начала надо знать некий фон, откуда он ехал, что он видел по дороге. И вот он пишет, например, в Константинополе, в Царьграде. Там служба идет, тогда длилась немножко иначе служба, чем сейчас. У греков, очевидно, как и на Афоне, служилась утренняя, а потом литургия. У нас сегодня не так. У нас утренняя служится по вечерам, обеднее утром, и это преисполняет меня чувством уверенности в завтрашнем дне. Потому что я убежден, что та церковь, которая столетиями может служить утреннюю по вечерам, а вечернюю по утрам великим постом, такая церковь, я уверен, неодолима ни адовыми вратами, ни здравым смыслом. Поэтому я уверен в нашем будущем. А вот и греки, соответственно, тогда еще утреннюю служили по утрам. И вот этот дьякон Павел пишет, в Константинополе люди выходят из храма после утренней, идут спать, и через два часа приходят к концу литургии. В Сирии, в его родной Сирии, дождались минуты отчинаш пропели, завеса у царских фраз задернулась, все разбежались по домам, чаша выносится для причастия в пустой храм. Это он описывает свои впечатления, свою родину. Молдавия. В Молдавии в храмах молятся только греческие купцы. А жители же их городов лишены стыда и веры. Они христиане только по имени, а сами чуть свет спешат в свои петельные дома. И вот, ну да ладно, что там про Молдавию? Там есть интереснейшее описание Молдавии. А вот, наконец, достигают той страны, которую мы называем Украина сегодня. Но очень важно заметить, в этом тексте, в книге 17 века, термина «Украина» не существует. «Земля казаков» он ее называет. «Казакия» — «Земля казаков». Не Украина и не Малороссия. «Земля казаков». И вот дальше пишет. «Тут-то впервые мы вступили в топе борения. Настало для нас время пота и труда. Ибо во всех казацких церквах вовсе нет стасидиев даже для архиереев. Скамеек нет. Стасиди — это скамейки. Если кто из вас бывал, скажем, в Троице Сергею Лавре, может быть, помните, по периметру Троицкого собора стоят скамеечки. Ну, на афонских монастырях стоят стасиди. Это удивительные скамейки с очень высокими подлокотниками. То есть, и откидывающимся сиденьем. То есть, поднимаешь сиденье вверх и становишься, облокачиваешься на поддоконник, лицом как и на стасу. То есть, чуть-чуть легче стоять долгую службу. А когда можно присесть, ну, правило простое, когда читаются тексты Ветхого Завета, по уставу церковному сидеть в храме можно. Когда поются новозаветные песнопения, надо стоять. Значит, настало время, когда можно присесть, откидываешь сиденьица и садишься. Вот во многих монастырях Греции, Афона — это было. А уже украинских монастырях даже и соборах нет. Даже для архиереев. Представь себе читателя. Понимаете, он пишет для арабского читателя. «Они стоят от начала службы до конца неподвижно, как камни, и беспрестанно кладут земные поклоны, и все вместе, как бы из-за двух уст, поют молитвы». А вот дальше очень интересно начинается тема. Раз в десять в своей книге он это отмечает. «Но ничто так не удивляло нас, как красота маленьких мальчиков». Вот это интересная вещь. Помните, здесь нету никаких таких сексуальных каких-то вещей. Он женатый человек, семейный, по жене все время тоскует, скорее бы вернуться к себе и так далее. Но это титно, особенно для выходца с востока арабского. Знаете, что его больше всего поразило? Уже на Украине, а тем более дальше на север. Говорит, у московитов и казаков все дети старцы. Можете догадаться, почему? Все дети – это старцы. Седовласые. Это же белые вороны, для него совершенно необычное, естественно. Так вот, ничто так не удивляло нас, как красота маленьких мальчиков и их пения. И так проезжает Украину. Дальше Россия. Мы вступили, читатель, во вторые врата борьбы. Первая на Украине, вторая в Москве. Вторые врата борьбы, пота, трудов и поста. Ибо все в этой стране, от мирян до монахов, едят только раз в день. Ну, поясню. Дело в том, что уставы поста бывают, конечно, разные. Но вот есть такая благочестивая традиция, ну, не есть, когда ты утром идешь в храм. Или, скажем, ты в храм не пошел, работаешь, ну, вот многие люди и так все, пока литургия не кончится, зато в этой поры не завтракают. Вот, соответственно, не было завтрака, а кроме того, понимаете, здесь много вещей складывалось. Во-первых, по большому счету не завтракали и греки. У греков не было принято завтракать, просто по той простой причине, что очень жарко. Если ты с утра поел, то потом едва солнышко разогреется, в сон будет клонить, не до работы. И поэтому греки предпочитают с утра натощах чуть свет, коса пока роса, роса долой, и ты домой. Вот, по Твардовскому совершенно. Ну, вот эта привычка вошла в монастыри греческие, а потом наши русские монастыри прожили греческим. И эта традиция пришла в наш климат, где, в общем-то, она не очень годится. В нашем холоде все-таки лучше с утра хорошо поесть. Но вот в 17 веке такое было. Их едят только раз в день. И хотя это было летом, выходят от церковных служб не раньше, как около восьмого часа. Поясню. Время считалось от восхода солнца. То есть восьмой час от восхода солнца это где-то часа два, ну, час вот так, если в пять утра солнце восходит, да, в час дня выходят со службы. Во всех церквах их совершенно нет сидений. После обедни читают девятый час. Причем в семере они стоят, как статуи молча и тихо, делая беспрерывно земные поклоны. Они привычны к этому, не скучают и не робчат. Находясь среди них, мы приходили в изумление. Мы выходили из церкви, едва волоча ноги от усталости. А за утренние службы они каждый раз читают каждый день три чтения истолкования на Евангелие и иное из Патерика. Вот это потрясающее замечание. Дело в том, что сегодня много в нашей церковной жизни людей, которые хотят, чтобы все в церкви было по уставу, по типикону, уставные богослужения и так далее. А вообще говоря, на самом деле, чтобы вот понятие то, что он описывает, вот давайте я забыл, простите, сделать очень важное уточнение. Дело в том, что это очень интересный период в истории России. Это начало правления Алексея Михайловича Тишаевского. Россия до Алексея Михайловича не была такой в церковном отношении и после него тоже такое перестало быть. Это уникальный в этом смысле государь, который титно всецело ориентировал себя на благочестие. Алексей Михайлович первый русский царь, на свадьбе которого не играли скоморохи. При Алексею Михайловиче впервые в банях появляются медные иконки. Это революция, на самом деле. Это русская реформация, если хотите. То есть у нас вот говорят там, понимаете, лютеранская проповедь, она мотивировала активность мирян в светской жизни. Так вот, при Алексею Михайловиче происходит нечто подобное в России, но на языке нашей культуры. Потому что культура 16-го даже века, не говоря о более ранних столетиях, предполагала, что вот есть дневная жизнь человека, храм, его вера и так далее. А вот есть какой-то такой мир, в общем, там не Христос, там что-то другое. Мир бани. Бани – место нечистое, поэтому как можно икону-святыню вносить в баню? Логика была такова. А при Алексею Михайловиче вот начинается как раз это расширение, ну началось немножко раньше, уже во времена Ивана Грозного, начинается расширение присутствия церкви даже в бытовой жизни людей. И вот вокруг него формируется кружок любителей благочестия, богомудров всяких и так далее. И протопопа вакуума там в том числе. Но в конце концов кончается все катастрофой. Кончается расколом. Народ не выдерживает все-таки такого стиля жизни. И часть наиболее религиозно настроенных людей уходит в раскол. Все по уставу, по книжке должно быть. А другая часть напротив уходит в Петровские в конце концов реформы. Чтобы было понятно, именно где-то в начале 17 века, накануне реформ жизни Алексея Михайловича, происходит очень важная перемена в церковной нашей жизни. Дело в том, что и в 16 веке считали, что надо жить по уставу. Но при этом практика богослужения была следующая. Это называлось многогласие. То есть, чтобы вычитать все молитвы и остаться живым, и не плакать так, как этот дьякон Павел. Поэтому делали так. Один хор поет одну молитву, в это время другой хор поет другую, чтец читает третью, а батюшка четвертую. В итоге укладывали всю службу в один час, все довольны. И вот, соответственно, патриархи начала 17 века начинают борьбу. Нет, давайте все-таки не бумажки рабствовать, давайте молиться всерьез. И читать молитвы одна с другой, запрещают многогласие, единогласие вводят. И вот службы становятся очень долгими и, конечно, очень тяжелыми. Надо заметить, что по-настоящему, по крайней мере, на нашей исторической памяти, точно по уставу была отслужена только однажды служба «Все ночные обдения точно по уставу». Точную дату сейчас не назову, по-моему, это был какой-то там апрель 1908 года в храме Казанской Духовной Академии. Службу год готовил профессор Скабаланович, специалист по древнелитургическим уставам, в латинском, и литургическом языках и так далее. Служба длилась 8,5 часов. Больше этот эксперимент никто не повторял. То есть там четко сказано 17 раз петь эту молитву, 17 раз пели. Но это был единственный случай такой. Но вот что интересно, сегодня много людей воздыхают в церкви, «Эх, хорошо бы все по уставу, но сам устав знают плохо». А в уставе нашем сказано, во время всеночного обдения 7 раз должен священник обращаться с проповедью к людям. Почему-то вот об этом не вспоминают. петь 17 раз одну ту же молитву давайте, а вот с наставлением не обращаться к людям нет. Да, при этом, конечно, надо помнить, в 16 веке и, соответственно, в начале 17-го, это точно тоже так, священникам запрещалось проповедовать в России. Право на проповедь, живую проповедь, имел только епископ. Священники имели право только зачитывать проповедь из книг, из великих чекихменей. Понятное дело, что этот запрет не от хорошей жизни родился, а это такая есть трагическая история, трагическая страница, аспект нашей церковной истории. Ну, Русь крещена в 988 году, а первое семинарие в России основывается в 1685-м Славяно-Греко-латинской академии. 700 лет без школы, без профессионального духовного священнического образования. Почему вопрос долгий? Ну, две причины назову. Одна вполне очевидная, другая спорная. Очевидная причина следующая. Церковно-славянский язык. У нас сегодня принято ругать церковно-славянский язык за его непонятность. А на самом деле стоит обратить внимание на чрезмерную понятность церковно-славянского языка. Вот, понимаете, в Западной Европе служили на латыни. И это был, как раз, совершенно непонятный язык для поляков, венгров, немцев и так далее, и тому подобное. И это означало следующее, что если кто-то желает стать священником, желает получить образование, он должен сначала пойти в школу, изучить чужой язык. А изучать чужой язык это дисциплина ума, это учебники, это преподавательские кадры подготовленные, это христоматия и прочее, и прочее. А у нас язык богослужебные был понятен, и поэтому дьячок мальчика научил читать, и этого достаточно, школа не нужна. И вот это отсутствие потребности в школе, оно во многом затормозило развитие русской культуры, бесшкольность, невостребованность. И русский писатель зарубежья, историк Георгий Федотов однажды удивительно сказал, что древнерусские монастыри это святые зародыши неродившихся университетов. Здесь вот каждое слово, оно абсолютно достоверно, святые зародыши неродившихся университетов. А вторая причина, сомнительная может быть, но вот эта идея Алексея Лебедева, это профессор Московской Духовной Академии по церковной истории, древней церковной истории, конца 19 века, сейчас много его книг переиздается, и вот Лебедев полагает, что одна из причин, почему византийской поздней традиции университеты херели, а напротив на западе начинали расцветать в эпоху зрелого средневековья, не раннего, он полагает, что это, причем, что Византия на самом деле это действительно звезда Европы, звезда, которая светит Европе в ее темные века. И, конечно, культурный уровень Византии был гораздо выше, чем уровень варварских королевств этого же времени. И, тем не менее, Византия начинает интеллектуально хереть, университеты кронятся к упадку, а на западе растут. Почему? И вот Лебедев полагает, одна из причин это более терпимое отношение к сексуальным грехам в западном средневековье. Дело в следующем. Сейчас попробую, помните, что то, что я сейчас скажу, ни в коем случае не апология этой страсти, а, ну, скажем так, в самых разных культурах, у народов, в самых разных социальных прослойках есть такие люди, которых сейчас принято называть люди с нетрадиционной социальной ориентацией. Опустим сейчас вопрос о причинах этого искажения в их жизни. Что это? Генетическая мутация, травма, психологическое детство, личные выборы грехов. Не в этом сейчас дело. Такие люди есть. Общество христианское, средневековое, было настроено к этому, конечно же, нетерпимо. И завтра мы будем говорить, что изряднейший процент инквизиционных дел касался отнюдь ни ретиков, ни колдунов, ни ведьм, а именно гомоскасуалистов. Но, соответственно, при том, что общество христианское, средневековое, негативно, критически и нетерпимо относится к гомоскасуализму, для этих людей, тем не менее, оставался вполне понятный шанс не терять социального лица, а именно поступление в монашеское братство. Борьба со своим грехом предписывалась при этом и так далее. Но, как бы, вот если ты надел монашескую рясу, то тебя уже, как бы, никто не считает каким-то странным. Как это, слушай, дожил 30 лет и до сих пор не женился, что с тобой мужик там и так далее, да? То есть, как бы, была возможность какой-то такой социальный ниш. И вот эта проблема конечно, она везде и всюду. Она в тибетских монастырях буддистских, она на Филиппинах, во Вьетнаме, по газетам это видишь везде и всюду. Проблема есть. Но, византийское монашество рубежа тысячелетий объявило решительную борьбу этому пороку. Было это в монастырях? Было. Достаточно взять, скажем, книгу, классическую монашескую книгу вопросы и ответов старцев Варсануфия и Иоанна. И там есть вопросы преподобного Ава Дорофея к своему духовнику вот на эти темы. Как бороться с этой страстью, этим грехом там и так далее. Соответственно, в византийских монастырях принимаются жесткие меры и, например, в монашеских книгах мы читаем, монах дает обет послушания. Но в трех случаях монах имеет право выйти из подчинения своему игумену и уйти из монастыря. Причина следующая. Если игумен проповедует ересь, если в монастыре появились женщины и если в монастыре появились мальчики, у монаха есть право выйти из этого монастыря. Примером вот такого рода жесткого отношения афонские правила. На Афон, у нас часто сегодня пишут, что на Афон женщинам нет входа. Но по афонским правилам и подросткам нет входа на Афон. И в этой связи можно вспомнить житие одного из афонских подвижников. Он был юношей, когда пришел на Афон и пожелал там остаться. А ему говорят, по нашим уставам может жить на Афоне только человек, просить монашество, у которого уже борода. И борода такая, что расческа гребень застревает в бороде. А безбородые юноши нам тут не нужны. И тогда этот безбородый юноша говорит, дайте мне гребень. Ну вот, да, у тебя же бороды нет. Как нет? Это гребень втыкает тебе в щеку, пронзает щеку. Говорит, видите, торчит. Ну, тут старцы сказали, да, если ты настолько решителен, то понятно, что ты и сам не искусишься, и других не дашь искусить. Ладно, тебя берем. Так вот, такого рода понятная астетическая борьба с искушениями, она в итоге привела к тому, что школы при монастырях запрещались и изживались. Напротив, на Западе в это время была совершенно распущенность нравов, конечно, в том числе и в монастырях, и в этом отношении тоже здесь немало таких приключений было. Но в результате, поэтому там школы при монастырях как бы то ни было, они приживались, разрастались и росли. Вот это вот версия профессора Лебедева. Так вот, соответственно, я к чему это пояснил, что на Руси не было церковных школ, не было семинарий, и в результате мало грамотных, достаточно все-таки духовенства, которое мало могло учить, исполнять службу по канону заведенного могло, а вот своими словами перелагать, объяснять истинный Евангелие большинство священников не умели. И поэтому не от хорошей жизни был запрет проповедовать живым словом, только зачитывать. И вот видите, вот и здесь Павел Лебский пишет, что за утренней службой непременно читают каждый день три чтения толкований на Евангелие, то есть не Евангелие, не только Евангелие, да, а вот толкование и нечто из-под река. Теперь вот следующая его запись. нам советовали и предостерегали нас друзья, что уже бывали в этой стране, то есть в Москве, и знали, какой нрав у их жителей. Они советовали нам, чтобы мы волей-неволей приноравливались к местным жителям, и что они делали, тому подражали и мы. Следующие люди нам говорили, если кто желает сократить свою жизнь на 15 лет, пусть едет в страну московитов. И живет среди них как подвижник, являя постоянное воздержание и пощение, занимаясь чтением молитв и вставая в полночь. Теперь, простите, это фантастически совершенно следующая фраза. Такой человек должен упразднить шутки, смех и развязность и отказаться от употребления опиума. Бедный араб. Ибо московиты ставят надсмотрщиков при архиереях, при монастырях и подсматривают за всеми сюда приезжающими, ночно и денно сквозь дверные щели, наблюдая, упражняются ли они непрестанно в смирении, молчании, посте и молитве, или же пьянствуют, забавляют с игрой, шутят, насмехаются или бронятся. Если бы у греков была бы такая же строгость, как у московитов, то они до сих пор сохраняли бы свою державу. Это 17 век. Не прошло еще и 100 лет, 200 лет со времени падения Второго Рима, Константинополя. И вот, конечно же, православный человек, он видит именно причину падения Второго Рима, Константинополя, в падении благочестия. Поэтому, что если бы у реков была бы такая вера и строгость, они бы правили миром. Дальше поясняют. Как только московиты заметят со стороны кого-нибудь, большой или из своих гостей, этих паломников, которые заявляют, что мы там хранители православия, поэтому дайте нам деньги. Вот как только со стороны такого рода церковных паломников и гостей заметят какой-либо большой или малый проступок, того немедленно ссылают в страну мрака, отправляя туда с конвоем сопровожающих преступников, короче, ссылают в страны Сибири и добывать там соболей. Вот это явный эвфемизм той поры, то есть, как в советские нам взглядели по Ленинским местам путевку, в смысле, там в Сибирь куда-нибудь, да, ссылка. А во времена Алексея Михайловича эвфемизм был соболей по своей главе. Опять же, ссылка в Сибирь. «Московиты никого из провинившихся иностранцев не отсылают назад в их страну». То есть, если дипломат согрешил или иностранец-то, назад не отсылают, а арестовывают и держат здесь в стране. Из опасений, что те снова приедут. Но видя, что приезжающие к ним греческие монахи совершают бесстыдство, гнусности, злодеяния, пьянствуют, обнажают мечи друг на друга для убийства, видят их мерзкие поступки, то после этого, как они раньше, русские, в смысле, доверяли грекам, теперь стали отправлять их в заточение, ссылая в ту страну мрака. В частности, за курение табака стали предавать смерти. Вот это действительно известно хорошо по документам нашим, что при Алексею Михайловичу за курение полагалось смертное казнь. Но надо здесь понять, почему. Вот позднее, мы будем говорить о быте, быте москвичей. Там это будет яснее. Дело в том, что одна из главных проблем, вы это прекрасно помните и знаете, главных проблем городов Древней Руси это пожары. Деревянные дома и, конечно, летом в жару все это слишком хорошо горело. Так вот, соответственно, что такое курение 17 века? Это не папироски, это турецкие кальяны. Соответственно, понимаете, это сложная аппаратура. Если человек накурился, а там еще, небось, и всякая травка еще начиналась, отнюдь не просто только табак, и засыпал, терял сознание или еще что-то, в общем, потом этот кальян опрокидывался легко, а там еще и угли и так далее в этой трубке, и в итоге начинался пожар. И вот после нескольких случаев выгорания целых кварталов, Алексей Михайлович и издал это строжайшее запрещение. Просто надо понять, что в 17 веке запрещалось летом даже печи топить из правил противопожарной безопасности. Готовить пищу можно было только на улице, во дворе, в доме нельзя. Так что отсюда понятно, что если даже пищу в доме нельзя готовить, чтобы не было пожара всей Москвы, то тем более курение. Дальше Павел Олепский пишет, что скажет брат мой об этом законе, без сомнения греки достойны его и заслуживают такого обхождения. Дальше продолжаю, но для него это постоянная тема. Снова тут мы встали на путь усилий для принесения трудов, стояния и бдений. Что касается шуток и смеха, то мы стали им совершенно чужды, ибо коварные московиты подсматривали, наблюдали за нами и обо всем, что замечали у нас хорошего или плохого, доносили царю и патриарху. Поэтому мы строго следили за собой, не по доброй воле, а по нужде, и против желания вели себя по образу жизни святых. Сейчас вы будете громче смеяться. Следующая фраза. Бог доизбавит и освободит нас от них. Дальше какой-то праздник описывается. В этот день мы вышли от обедни не раньше девятого часа. Вновь девятый после восхода солнца, значит, где-то там в третий час дня по-нашему. И все это время народ стоял на ногах. Какая выносливость! Несомненно, все эти люди святые, они превзошли подвижников в пустынях. Вы знаете, это не просто 17 век. Вот я помню в прошлом тысячелетии, где-то к середине 80-х годов 20 века, я тогда был в аспирантуре в институте философии и приехал к нам делегатских канадских философов. И среди них затесался один богослов. Но он назывался философ. Ну, конечно, мы понимали, что он богослов и так далее. И решили для него устроить экскурсию в постарковной Москве. Помимо официальной программы в Лауру Троица Сергея вывозили, по храму походили. И вот когда он уезжал, он сказал, вы знаете, я потрясен. Потому что мы там, на Западе, мы полагали, что русская православная церковь слишком ортодоксальна, что она отстала, она не может вести диалог с современным миром, с современной культурой. Вы закоснили в ваших догматах. Но я увидел, как молятся ваши люди. Я понял, что-то живая церковь. Напротив, мы на Западе в погоне за современностью, ну простите, дальше он сказал на философском жаргоне, мы потеряли трансценденцию, потеряли чувство трансцендентного, чувство иного, высшего, Бога. И, конечно, действительно, европейцев это действительно больше всего шокирует в наших храмах вот именно то, что люди готовы стоять часами и молиться. А на Пасху вы сами увидите, к чему это приводит. Крепкие молодые боевики, зашедшие качки, падают в уборок через полчаса, а наши бабки шесть часов выстаивают, а ничего. Вот интересная теперь вещь. Значит, самый дорогой считался шик при устройстве храма железные плиты на полу. Такие чугунные, железные, литые, с какой-то гравировкой там. И вот пол Успенского собора в Москве, в Кремле был именно таков. А теперь следующая очень важная вещь. Храмы не топились. Храмы не натапливались зимой. И вот, соответственно, написывает «Все ночные на день Святого Петра январь, начало в три часа дня, начало в Сеночные, вечерней службы, в три часа дня по нашему времени то есть я специально привел кончается в десять вечера по нашему времени служба. Стоялись у службы на железных плитах. Что касается меня, бедного, то я хотел выйти и убежать от лотаря, но не мог. Побежал направо, там у южных врат царь стоял. Я налево, а у северных врат цариц. И пришлось не вернуться в алтарь и стоять до конца. По неволе пришлось страдать. Дальше он пишет «Больше всего я хлопотал и боялся, чтобы успеть нам уехать до Пасхи из Москвы. Понимаете почему? Чтобы избежать страстной седмицы. Два года они провели в Москве, тем не менее. В течение этих двух лет в Москве замок висел на наших сердцах. Ибо в этой стране никто не может себя чувствовать свободным и счастливым, кроме коренных жителей. Душа у нас расставалась с телом, так они затягивали службу. Мы выходили с разбитыми ногами и с болью в спине, словно нас распинали. Мы вели себя среди них, как святые, отказавшись от всякой радости, веселья, шуток, в совершеннейшей нравственности, хотя и понуждя недобровольно». А вот теперь интересная уже вещь. По виду, многие у мусковитов из железа. Однако в этой стране нет другой заметной болезни, как только подагра и неизлечимая боль в ногах, начиная с царей, кончая бедняками. И все это происходит от их прожитого стояния в церковах. А вот теперь удивительная вещь. «В этот пост мы переносили вместе с ними большое мучение, подражая им против воли, особенно в еде. Мы не находили иной пищи, кроме, я не понимаю, что это такое, мазари, он пишет, похожи на вареный горох или бобы, ибо в этот пост совсем не едят масло. По этой причине мы испытывали великую, неописуемую муку. Мы извинили бы их, если бы в этот пост они ели не только рыбу, но и мясо. Не было бы им греха и запрета, ибо у них не водится, а потому неизвестно им ни чечевица, ни овечий горох». Значит, чтобы было понятно, сегодня люди имеют привычку жаловаться. «Ну как можно в современной жизни поститься там и так далее? Вот былые времена, да, а сейчас-то нам, простите, так легко поститься к сегодня невозможно было никогда». Вы подумайте, в Ринаде Ксении Миши картошки не было. Без картошки что за пост? Маслиночек не было, кальмарчиков не было, креветочек не было. Как поститься-то? Макарон, кстати, тоже не было. И вот поэтому он и говорит, то есть ладно нам там на Востоке, оливки там и так далее, да, а здесь-то чего? Огурцов тоже нету весною. Поэтому чечевица, им даже чечевица неизвестна, и горох неизвестен. Какой-то овечий горох. Кроме Мазария, вот этой какой-то разварюхи, да, из гороха какого-то вареного, они знают только соленую капусту и соленые огурцы. А теперь вот самая интересная фраза, это интересно понять, для передачи умники и умницы. Кроме ратников, солдат, да, бедняков и крестьян, в пост никто не ест рыбы. Богатые никогда ее не едят. Удивительная совершенно речь. Беднякам рыба в пост разрешалась, богатым нет. Потому что рыба дешевая еда. Богач может разнообразить, разнословами свой стол, что-то выписывать, добавлять и так далее. А вот напротив, у бедняка нет такой возможности. И поэтому по бедности разрешалось есть рыбу постом, беднякам и солдатам. Понятно, солдат должен быть крепок и так далее. Дальше он пишет, у них, значит, никто не ест рыбы, богатые никогда ее не едят. У них это считается большим грехом. Службы почему такие долгие? Скажем, идет Екатинья, ЦМСи. Обычный Екатинья на службу. Господи помилуй, поется сто раз только во время поминания царской семьи. Вся царская семья со всеми родственниками. Вы знаете, отец Сергий Булгаков удивительную вещь сказал. Он сказал, что после февральской революции, когда перестали в Екатинье поминать всю царскую семью, он говорит, такое ощущение, что сняли грузный оклад с рублевской иконы. И литургия снова стала динамичной и яркой. Без вот этих 15-минутных пауз сочтением имен великих княгинь, княжон и так далее, и тому подобное. Вот теперь понятно становится. Но за упокойной Екатиньи, кстати, интересная деталь, он пишет, это новая Екатинья, которого мы не знали. За упокойной Екатинья. Священник напоминает по 4-5 тысяч имен. Опять же, вот это известное наблюдение. Удивительная вещь. Бабушка-христианка приходит в храм, то есть сейчас уже к селению этого мало, а вот еще буквально лет 30 назад, совершенно четко видно было. бабушка приходит в храм и у нее вот такой синодик. Всю деревню поминает. Интеллигент заходит в храм, три имени. Вот это вот тоже вопрос, где начинается атомизация, распад вот социальных связей, на самом деле. Значит, 4-5 тысяч имен поминалось на каждой службе священникам за упокой только. Ну вот еще вещь такая. Значит, описывает опять долгую службу и проповедь патриарха Никона. Зима, холод. Реакция Павла Лепского. Господи, дай ему чувство меры. Он не пожалел ни царя, ни даже маленьких детей. Ну, в смысле, на час проповедь закатил патриарх Никон. Вот как миряне входят в церковь. Сначала каждый делает несколько земных поклонов, потом кланяется присутствующим на восток, запад, север и юг при входе в храм. Также и дети, даже малые, знают этот обычай и делают земные поклоны и кланяются присутствующим с большей ловкостью, чем мужчины. Что касается их крестного знамения, достаточно назвать его московским. Оно совершается ударом пальцев, очело и плеч. При произнесении имени Богородицы все они стукают лбами о землю. А мы не умели креститься подобно им. За что они насмехались над нами и говорят, зачем вы проводите каракуль на груди, а не ударяете пальцами от челу и плечи, как мы. Мы радовались за них. Какая-то богословенная страна, чисто православная, ни евреи, ни армяне в ней не обитают и неизвестны. Так принято богословлять в этой стране. Богословение архиереи издали им неизвестно, да? То есть в теоринах не было принято богословлять там. Нет. Значит, он пишет, архиереи должны стукнуть их пальцами, чтобы они убедились. Теперь, да, ну и конечно, как бы пишет там, вот замечательная фраза. Наши умы были поражены изумлением при виде таких порядков, от которых посидели бы и младенцы. Знай, ну как эти порядки поддерживались? Знай, что ни архиереи, ни монахи отнюдь не пьют водки явно. Когда найдут кого пьяным, того бросают в тюрьму и бьют кнутом. Питье водки поступок гнусный, он считается хуже прелюбодеяния. Но торговцам, архиерейским прислужникам и родственникам назначаются по две рюмки ежедневно. Значит, поясню, в чем дело. Он потом это описывает подробно. Значит, когда въезжают в Россию через границу, визу просто так не давали. И поэтому в основном купцы греческие, арабские и так далее ждали, пока какой-нибудь епископ поедет в Москву за милостыней. И тогда они давали этому епископу греческому взятку. Говорили, слушай, напиши, что я твой родственник, что я служащий епархии и так далее. И тогда епископ брал с них деньги и потом ехал за новыми деньгами в Москву. И его свита сразу врастала человек в сто. И вот, соответственно, московское правительство оплачивало все их расходы. И, соответственно, сто, питание, дорогу, жилье. Но кроме этого, вот видите, вот всем, кроме епископов, под две рюмки водки ежедневно от правительства дорожные расходы. Значит, или точно, кладут на шею пленникам. Мы спросили о ней и нам сказали, всякую, куда приходит в церковь после окончания звона, вешают эту цепь на шею целый день и он остается распятым на верном косяке, не имея возможности шевельнуться. Это его епитимья. В Москве случалось, что бояре не знали, что царь в этот день будет на службе. И опаздывали. Ну, понятно, царь проснулся, решил, я пойду-ка я в храм помолюсь. А бояре не знали, накануне вечером не было договоренности. Конечно, слух о том, что царь в храме быстро подносился по Москве, быстро там по СМС-кам, очевидно, расцелали всем боярам. И они бегом там шубу напяли и бегом в храм быстрее. Но царь тотчас записывал имена тех, которые не явились и послал привезти их из дома со связанными руками. Отвел их на берег Москва-реки, велел бросить их в реку в их парчевой одежде, говоря, вот вам награда за то, что вы предпочли спать со своими женами до позднего утра, а не пришли отстоять за утренним с царем. Теперь некоторые частности такого богослужения. Ну, вот он говорит, что во всех странах, кроме Московии, то есть, значит, на Украине тоже, все присутствующие в церкви входят в алтарь, чтобы принять антидор из рук служащего священника в алтаре. А вот в Московии сам священник все-таки выходит, раздает и женщинам, и детям вне алтаря. Ну, это ладно, частность. А вот интересная штука. У греков, оказывается, было много постов, которые мы забыли. Вообще, это интересная тема, история постов, что мы сегодня соблюдаем посты, которых не знала древность. Например, Рождественский пост. Патриарх антиохийский Вальсамон в XIV веке пишет, по преданию принятому от древности, перед Рождеством мы постимся неделю, а монахи постятся сорок дней. То есть даже в XIV веке Рождественский пост занимал одну неделю для мирян, а для монахов сорок дней. Или, скажем, преподобный Феодосий Киево-Печерский в XI веке пишет, по преданию принятого святых апостолов, мы постимся каждую среду и пятницу, кроме Светлой Седмицы, так, что миряне в этот день не вкушают мясо, а монахи не вкушают даже молока. Интересно, значит, разный был устав поста для миряна-монахов. И молочную пищу миряне имели право есть в постные дни, среду и пятницу. То есть в чем-то наш пост стал строже с той поры, а в чем-то напротив, скажем, у грехов, оказывается, был Димитровский пост с 1 октября до Димитровской субботы. У нас сегодня его нет. Пост в честь Архангела Михаила был 8 дней с 1 ноября, длился. А у нас сегодня осенью ни одного поста нет. За всю осень ни одного большого поста у нас с вами нет. Говорит, дальше есть и многие другие у грехов посты в честь иных святых. Конечно, одна из самых удивительных служб, которой сегодня у нас нет, почти нет, только по телевизору немножко можем видеть, из Иерусалима, это омовение ног в Великий Четверг. В Евангелии описано, что Христос на Тайной Вечере омывал ноги апостолов. И вот, соответственно, патриарх тоже должен такую роду службу делать. Омовение начинается с Иуды. Да, вопрос возникал следующий. Апостолов изображают священники. Христа являет в этом чине патриарх или митрополит молдавский. Когда ищут в Молдавии, в Бессарабии, где-то там и так далее. И вот вопрос. Любой священник желает стать образом Петра, Андрея, апостола Иакова. А как найти того, кто согласится роль Иуда исполнять? Это была особая проблема. И вот он пишет в Молдавии. На омовение на роль Иуды привели священника, монашествующего старца преклонных лет, очень бедного, который по причине своей бедности согласился принять на себя эту роль. Ибо господарь, молдавский господарь, после этого дает милостыню ему. Его рот, лицо, борода, грязный колпак таковы, что у зрителя от смеха лопается желчный пузырь, в особенности потому, что на него надели изветшавшую филонь. Вот это, понимаете, интересные вот начинаются вещи, вот я вновь говорю, вот то, что ему кажется очевидным, самосвразумеющимся, автору 17 века, нас напротив это смущает, возмущает. Но почему над бедным старым монахом надо смеяться из-за того, что у него старая изношенная одежда? А вот Павлу Алепскому и Вите, другим молдавским священникам, епископам, кажется, что это повод для хохота. Омовение начинается с Иуды, кончается Петровым. Причем потом водой из таза, куда патриарх сливал воду, омыв ноги, значит, патриарх мажет себе крест на лбу. Кроме того, омыв ноги Иуде, патриарх в Москве, это уже в Москве описание следующее, лапзает ему ноги. Ну, некоторые другие описания. На Украине, в земле казаков, все свечи бывают прекрасного зеленого цвета. Сегодня трудно представить, все свечи в храме только зеленого цвета. Да. Верхняя одежда священников в Москве и деканов делается из зеленого или коричневого сукна или из цветной ангорской шерсти. Кремлевские протопопы носят рясы из ангорской шерсти фиолетового и зеленого цвета, весьма широкие, с позолоченными пуговицами сверху донизу зеленые сапоги. Они имеют у себя в услужении много молодых людей и держат породистых лошадей. Другие священники, проходимые протопопов кремлевских, снимают перед ними свои колпаки. При этом они тучны, толсты, с большим животом и жирным телом. Священники волос на голове не бреют, за исключением большого кружка посередине. Вот эта удивительная вещь, нам сегодня с вами непонятен термин попрострига. Смысл, кажется, то есть у нас сегодня священники не стригутся и скорее понимают так, попрострига тот, который подстриг волосы себе на мирской манер. А на самом деле все наоборот. И на Западе, и в России, вот в Византии этого не было, поэтому он обращает на это внимание. Может быть, под европейским, католическим влиянием, но на Руси, с древности, с Киевской Руси еще, признаком принадлежности человека к духовному сословию, было гуменцо. Гуменцо – это вот выстригалась макушка. Вот если вы посмотрите, ну даже на некоторых иконах Сергия Радонежского и других святых, это видно, это не лысинка, это именно гуменцо, знак священного сана. И, соответственно, поп-растрига – это тот, который переставал стричься. До XVI века священники ходили коротко постриженные под горшок, посмотрите, иконы Сергия Радонежского. Вот так вот постриженный волос, не длиннее. То, что потом появилась мода на то, что священники должны носить длинные волосы, это долгая история, это следствие падения Константинополя под турками и многое-многое другое, но вновь и вновь говорю, это появляется после падения Второго Рима. А так, священники и по канонам церковным, со слов постола Павла, муж, который стрижет волосы, позорит себя, муж, который не стрижет волосы, позорит себя, как и жена, которая стрижет, вот на самом деле носили волосы достаточно короткие. И вот гуменцо, соответственно. Тем не менее, сзади, дальше, волосы, он пишет, были уже довольно длинные, XVII век, волосы сзади уже длинные в XVII веке. Но интересное объяснение, почему у священников в Москве длинные волосы? Ответ очень простой. Иначе они в храмах замерзли. Защита от сквозняка. Вот обратите внимание, может быть, вы видели различие облачения русского и греческого. Русская филонь и греческая. Греческая и русская одежда священника за спиной горб. Вот такой трапециевидный горб. У греков этого нет. Почему? Потому что холодно в наших храмах и сквозняки. Чтобы не надуло шею, по этой причине, вот как бы сделали такой вот заслон. И второй заслон, это вот как раз вот коса сзади хоть чуть-чуть облегает здоровье в этих условиях. При этом, дальше Павел Олепский пишет, в каждом алтаре обязательно зеркало, перед которым священники расчесывают волосы. У русских в храмах нет лампад. В XVII веке лампад в наших храмах не было. Почему? Потому что, во-первых, дорого. На оливковое масло где-нибудь в Греции в каждом дворе огороде растет, а у нас оливковое масло где возьмешь. Во-первых, дорого, а главное, зимой оно замерзает. В нетопленном храме оливковое масло замерзает. И поэтому, вот эта удивительная вещь, вот теперь главная тайна церковной экономики XVII века. Каждый человек делает дома сам свечи, не в храме покупает свечи, дома делает свечи и приносит в храм и зажигает перед иконкой, но к каждой свечке приклеивает монетку. И вот отсюда и складывался бюджет прихода. Понятно, что у монастырей были свои земли, деревни с крестьянами и так далее, но обычный приход, вот он существовал за счет этих копеечек, приклеенных к свечкам. Сегодня это невозможно. Сегодня, понимаете, идея какая, что человек, крестьянин, обычный человек, древности, архаичного общества, приносит в храм частичку своего труда. Что нужно в храме для богослужения христианского? Вино, хлеб, воск, масло, галлампад. Но у грека все это дома. И он поэтому сам выпек хлеб и принес просфорку. Просфора означает приношение. У нас сегодня наоборот. То есть просфора это тот хлеб, который я приношу в храмы своего дома. А сегодня просфору уносим из храма. Опять же, свечи. Человек делал сам свечки, приносил домой. И сам делал вино, приносил в храм. А сегодня мы с вами живем в индустриальном или даже постиндустриальном обществе. Мы сами все этого не делаем. А тем не менее, закон религиозного чувства, он остается. Отдать Богу часть того, что Господь мне дал, как плод моих трудов. Но простите, если я шофер, что я? Винтик от моей машины, что ли, понесу в храм? Поэтому и приходится соответственно во всеобщем эквиваленте. То есть плод моего труда оценивается в деньгах, и я часть доработанных новых денег я и приношу в храм. Ну а поскольку я не могу зажечь 100 долларов купюру перед иконой, то поэтому соответственно я должен эту купюру превратить в какой-то более приличный вид. В свечку ту же самую. И поэтому происходит некий обмен, но это не продажа. Вот в этом конфликт постоянный нашей церкви, в том числе Екатеринбургской епархии конфликт с местными государственными органами. Потому что у налоговиков у них такое мышление прямолинейное, турникетное мышление. Раз происходит обмен деньги-товар-деньги, значит торговая операция, налог. А с точки нашего церковного восприятия в храме нет торговли, это не торговля. Это сложная, потому что мы в таком сложной форме жертвы. И простите, это жертва не налоговой инспекции. И поэтому не стоите в очередь. Это не вам жертвует. Вот в этом проблема недоумения. Так, теперь дальше. Опять, у московитов нет различия между чином монастырей и чином мирских церквей. Все одинаково служит. Читают все молитвы по книге не спеша, а не так, как мы в Греции спешно читаем. Говорящий к тенью, то есть диакон или священник, после каждого прошения останавливается и ждет, пока хор не докончит пение Господи помилуй. У них принято кодить все иконы в церкви поодиночке, даже те, которые висят на стенах, то есть не на иконостасе, а на стенах, причем поднимать руку высоко, сколько сил хватит. Это интересная вещь. Сегодня нас, диканов, учат иначе в Троице Сергеево Лавре. Когда кодишь, кодило не должно подниматься выше пояса, выше груди. А тогда наоборот, кодили вот такой поднятой рукой, высоко поднятой. Так что какая-то эстетика литургическая, она, конечно, тоже меняется. Русский, он пишет, если не видит издали иконы или купола церковного, не молится. Интересная вещь. Вы знаете, я бы счел, что это поклеп, если бы не одно обстоятельство. Помнится, в Румынии как-то храм, где я служил, а это храм был болгарского подворья при румынском патриархии, там на церковном славянском служба шла. Приходили поэтому туда и русские, и так далее. И вот ходил солдатик, солдат румынской армии, но из Липован, старовер, русский парнишка. И вот начинается Великий пост, и я ему говорю, слушай, Сережа, ты помнишь молитву Ефремя Сирина Великопостную? Помню. Я говорю, ну ты там в казарме-то попробуй хотя бы там где-то найди какое-нибудь уединенное местечко и так все-таки клади эти поклончики, молись иногда там и так далее. Он говорит, а как я могу молиться? У меня лестовки нет. Че так? А мне владыка митрополит сказал, что без лестовки молиться нельзя. То есть видите, у староверов такого рода вещи, они оказываются до сих пор, у некоторых из них, по крайней мере, они живут. Дальше он пишет, ни икон, ни Евангелия русские не целуют за службой, кроме одного дня в году, в неделю торжества православия. Большая часть русских прикладывается к иконам только в этот день. Если совершают освящение воды за святный молебен, сначала кипятят ее, чтобы она не так быстро замерзла. Сразу после освящения воды на Иордане в проруби этой водой прежде всего поят своих лошадей. Интересно, Италия. А вот удивительная проблема русско-украинских отношений. Пение казаков радует душу и исцеляет от печали, ибо их напев приятен, идет от сердца, исполняется как бы из одних уст. Они страстно любят нотное пение, нежные и сладостные мелодии. У этих же москалей пение идет без обучения, как случится, все равно, они этим не стесняются. Лучший голос у них грубый, густой, басистый, который не доставляет удовольствия слушателю. Ну, здесь понятно, дело вкуса, конечно, это действительно разная эстетика, но он правильно подметил. Украинская музыкальная культура в 17 веке уже ориентирована на европейские и западные стандарты, а в Москве это было еще традиционное псалтическое византийское пение. Не нравится ему наша Пасха. Есть большая разница между их пасхальной службой и службой греков, тем блеском, шумом, радостью, ликованием, которые бывают при этом в нашей стране. Ну, действительно, вы сегодня можете смотреть службу из храма Гроба Господня в Иерусалиме, как там кавасы ходят, как они друг на друге, там арабы православные, сидят на шеях, там кричат, веселятся. Конечно, по сравнению с этим у нас скучно. Хотя, если сравнивать нашу, даже русскую Пасху, северные, холодные, все понимаю, но то, что делается у несчастных католиков, это вообще кошмар. Такая скукотища пасхальная служба у католиков, так что у нас в этом гораздо веселее. А теперь, значит, наконец Пасха и разговенье. Ей пишут, какой облом вышел, разговенье. Сначала подали черную икру, потом красную икру, потом осетрину. Таков их устав. Какой дурной порядок. Нам казалось, что мы еще постимся. Ему барашка хотелось, понимаете. А на обиде у патриарха Никона мясо не давали. Дальше. Во все эти дни, Дни Светлой Седмицы, мальчики во всех приходах с большой радостью звонят в колокола беспрерывно и днем, и ночью. Винные лавки и петейные дома с начала поста и до фмина воскресенья остаются запечатанными. То есть даже на Пасху вино не продается в течение недели, чтобы не упивались. И вообще на праздники запрещена торговля вином. В течение года петейные дома остаются закрытыми от кануна воскресенья, то есть где-то с обеда, с субботы до утра понедельника. Также это делается во время больших праздников. Теперь начинаем уже от описания церковной жизни. Теперь посмотрим государственные законы, какие были. Ну, опять же, поскольку мы путешествуем по разным странам, интересные замечания есть о разных странах. Скажем, в Константинопольском патриархате все сокровища, которые имеются у патриаршей церкви в Константинополе находятся в руках старост, мирян старост. Патриарху не даются денег. Патриарху платят содержание, оплачивают расходы патриаршевого добра, но он не имеет права распоряжаться сокровищами церкви. В Константинополе в Константинополе в Константинополе епископу разрешается дважды менять епископскую кафедру. Но если он в четвертую город переходит, епископский, приравнивается к четвертому браку, подлежит анафемия. Вот интересное описание молдавской жизни. Бог не создавал на земле людей порочнее жителей страны молдавской. Все мужчины воры и убийцы. Говорят, что с того времени, когда Василий стал господарем, это 23 года тому назад, он пишет, было, он казнил более 14 тысяч воров. Хотя, при этом, если вора в Молдавии ловят первый раз, его бьют кнутом, клеймят и отпускают, не казнят. Во второй раз, если этот человек уже клеймен и попадается на воровстве второй раз, ему отрезают правое ухо. Значит, если потом попался на воровстве человек без правого уха, значит, третий раз, ему отрезают левое ухо. И только если без ухи попался на воровстве, то есть четвертый раз, вот тогда казнят. И при этом, за 23 года 14 тысяч воров было казнено. Мы видели, что даже их священники становятся главарями разбойничьих шаек. Дальше. При этом, скажем, в Валахии, в город Торговщин. При наступлении вечера бьют в барабан, а утром стреляет пушка. Если кого увидит идущим по городу в это время, то есть с вечера до утра, стража его убивает на месте. Жены и дочери в стране Валахов скромны и весьма целомудренны. Если о ком станет известно что-нибудь позорное, если это мужчина, ссылают в рудники разбивать каменную соль и оттуда нет спасения. А жаль женщин сразу топит. У казаков, когда захватят в пролюбодеянии мужчину и женщину, тотчас раздевают их и расстреливают. Таков у них закон. Теперь дальше. Значит, чтобы было понятно. Времена были такие, когда восточноевропейская равнина была вся покрыта лесами. Вот есть такое понятие в истории, в географии евразийский коридор. Евразия огромнейший континент, но передвигаться в нем можно только в одном направлении, по узкому коридору. С севера непроходимая тайга идет на тысячи километров, с юга пустыни и горы Тиньшаня и так далее. И вот, соответственно, от Китая к Европе идет довольно узкий коридор. Вот здесь вот, по Южному Уралу, там и так далее. И вот за обладание этим коридором всегда и ведется война между разными цивилизациями, народами и так далее. Когда-то надо заметить, я вот считаю, что когда-то наши предки, вот восточные славяне, были разбиты в этой войне, кем я сейчас не могу сказать, не знаю, и вытеснены в северные леса. И действительно, это странный наш образ жизни, то, что мы открываем в учебниках истории, подсечено огневое земледелие. Очень неэффективный способ хозяйствования и понятно, что вряд ли это от хорошей жизни. То есть, где-то вот эти славяне когда-то были разбиты и вытеснены в северные леса. И вот 17 век, лесов много, распаханной земли мало и, соответственно, очень слабые транспортные артерии. То есть, просеки есть, но вот как бы с Украиной связывает одна-единственная дорога через Путивлю. Одна дорога. Эта дорога, пишет Павел Лепский, такова, что две телеги на ней не разъедутся, одноколейки. И это специально для защиты от врагов, от набегов и так далее. Потому что, соответственно, эти узкие дороги, немногие, всегда проходят через крепости города, через их ворота. И, кроме того, легко поддаются контролю, завалу, засеками и так далее. То есть, это такая естественная преграда, эти леса. По этой причине иностранец просто не мог попасть в Москву без разрешения московского правительства. И вот он описывает, что обычно эти торговцы копятся где-то на пароничном пункте, и затем ждут, чтобы их пустили. Если их долго не пускают, тогда есть пароль, достаточно сказать, одну фразу пограничнику, и ты проезжаешь в Москву, на казенный счет тебя кормят, поют и так далее. Я вхожу во имя царя. Вот если ты скажешь, я вхожу во имя царя, во имя царя, значит, у тебя дело к царю. И тогда уже пограничник и воевода пограничник не интересуются. Это дело царя. Ступай, вот тебе деньги, вот тебе подвода, кучер, езжай. Но из России никогда в жизни больше выехать не сможешь. Конечно, за милостыней ехали сотни епископов восточного мира. Но он пишет, в этой стране, то есть в Москве, архиереи, греческие, арабские, не имеют значения, не ценятся, ибо они сотнями и тысячами бегут в Москву за милостыней, покрывая таким образом свои расходы. Кипрский архиепископ при въезде пробовал выдать себя за патриарха. Но воеводы в пути любимых сказали, подожди, мы знаем четыре патриарха. И мы, а вот эта шутительная фраза, мы поставили у себя пятого на место римского папы. Это очень интересная вещь. То есть получается, что в сознании московитов XVIII века патриаршество совсем недавно существует на Москве. Еще и ста лет нету. Всего лишь на... Да тут коз, сколько и ста лет. Пятьдесят лет прошло со временем появления патриаршества в Москве. И вот на место римского папы первого получается. В Москве министры и бояре не собираются для совещания друг с другом, а только в присутствии царя, чтобы не было подозрений в заговоре. Вот интересный московский закон. Монеты не подделывают, ювелирные изделия не подделывают. Если ювелир подделал изделия, то это его кольцо или чашу или что там расплавляли и выливали в глотку фальшивую монетку. Вот интересный тоже жесткий закон, но жутко интересный. При доносе обвиненного пытают, вот того, кого обвинили в преступлении. Но если донос в результате следствия выяснилось, что обвинили невинного человека, то пытают доносчика, а потом доносчика, если он выживет после пытки, заставляют оплатить лечение обвиненного. Потому что его же тоже пытали, тоже здоровье повредили. Теперь интересно, работа Сбербанка в те годы. Значит, поскольку, смотрите, вот у каждого более-менее стоятельного москвича в Москве два дома. Каменный и деревянный, летний и зимний. Какой дом был зимний? Деревянный дом, конечно, зимний, каменный, летний. Так вот, поскольку, вновь говорю, угроза пожара, то поэтому самые ценные вещи москвичи хранили в храмах, каменные здания. В подвале храма были сундуки, именные сейфы, и вот там и хранили самые дорогие вещи, там, приданные и так далее, чтобы спасти от пожара. Зимою когда на крышах лежал снег, была меньшая пожароопасность, поэтому можно было топить дома и печи, летом запрещено. Вот совершенно изумительная картина русской дипломатии. Значит, приехал шведский посол, идет от резиденции своей, идет в Кремль к царю. Стрельцы выстроены по обеим рядам по охранной дороге, и все стрельцы свои ружья направляют в лицо послу шведском. Парень, смотри, если ты пришел к нам с войной, нам есть чем ответить. Но, соответственно, если переговоры кончились хорошо, с миром выходит посол, тогда приклады повернуты, все, в тебя стрелять не будем. Там, как раз, польский посол был, там против поляков воевали, поэтому тут же, соответственно, на польского посла перевели эти ружья. Теперь, конечно же, и Павел Олепский, и мы не можем не обратить внимание на проявление милосердия в этом обществе. Вот, скажем, в стране Молдаван опять, когда патриарх наш, то есть антиохийский Макарий приезжал мимо них, никто его не принимал, никто даже лепешкой не угостил, татары и те религиознее их. Но, правда, он нечестен под Павел Олепский в этом вопросе. Дело в том, что, чтобы понять эту реакцию молдаван на его патриарха, надо знать все издевательства греков над молдаванами, церковной власти греков, фонариотская система над Молдавией в 16-17 столетиях и вплоть до 19 века. Ну, ладно, а теперь, значит, опять казаки, земля казаков. Во всей стране казаков в каждом городе и деревне построены для их бедняков и сирот дома при конце моста. Значит, поясняю. Город окружен крепостными стенами, ров вокруг стен, через ров мост в крепостные ворота. Так вот, первый дом в городе за рвом за мостом с крепостными ротами, это дом сирот. Не имеешь права войти в город, пока не пожертвуешь на сирот. И поэтому он пишет, в земле казаков не было того, что мы видели в земле молдаван. На улицах нет попрошаек, дети не пристают, не требуют копеечку, потому что общество о них заботится. Или, скажем, в земле московитов нет постоялых дворов, то есть гостиниц нет, а все останавливаются у жителей. То есть, любой дом открыт, приходи, останавливайся, может быть, какую-то копеечку заплатишь, но не нужно гостиниц. Напротив, в земле казаков постояло и дома, держат евреи, за все вымогая деньги. По всей земле русских все, даже большинство их жен и дочерей умеют читать и знают порядок церковных служб и церковные напевы. Кроме того, священники обучают сирот и не оставляют их шататься по улицам невеждами. А вот теперь тот эпизод, который, честно говоря, меня больше всего потряс во всей этой тысячестраничной книге. Значит, прошла эпидемия не то чумы, не то холеры 1629 год. И в Савино-Старожевском монастыре в Звенигороде из 300 монахов умерло 120 монахов. Это любимый монастырь царя Алексея Михайловича. Он во время эпидемии был с армией под Смоленском. Смоленск был у поляков, Алексей Михайлович его осаждал. И когда эпидемия кончилась, кончились военные кампании очередная, государь возвращается в Москву и затем едет в свой любимый Ставино-Старожевский монастырь и узнает, что там 120 монахов умерло за это время. И вот царь кланяется и говорит, дьявол позавидовал мне, по моим грехам умерли монахи моего монастыря. Простите, братья. Вот это совершенно потрясающее самоощущение христианского государя. То есть царь и народ настолько едины, что за грехи царя расплачивается народ, ну и наоборот. И царь ощущает, что свою вину действительно за то, что вот в такое бедственное народ обрушилось. Я, конечно, не могу не вспомнить при этом одного известного современного политика, который обещал на рельсы лечь, если народ станет жить хуже от его реформы. Там же в Ставино-Старожевском монастыре перед царем ее трапеза торжественная царская, но перед царем поставлен стол. Отдельный столик, вот царь, там епископ, патриархи за отдельными столиками. А вот ближайший стол к царю, вот прямо перед ним, поставлен стол для нищих и слепых коллег. И он сам прислуживал, царь прислуживал им все время пищей и питьем до последнего. Опять же, потом после трапезы царь Алексей Михайлович идет в больницу. Диакон Павел пишет, войдя, мы от отвратительного запаха не могли оставаться в этом помещении и даже смотреть на больных. Царь же подходил к каждому больному и целовал его в голову, уста и руки и так до последнего. Но за этим надо сказать еще одна вещь стоит, это общеевропейское верование этой поры, что царь обладает исцелительной силой и прикосновение к царю оно исцеляет. Французские источники об этом много говорят, там такая вера была похожа, что и здесь так же. Вот совершенно удивительный инцидент в отношениях царя и патриарха. Патриарх Никон запретил служение некого диакона. Диакон обращается с челобитной к царю, помоги. Царь идет к патриарху, говорит, слушай, диакон обратился, помоги ему. А, простите, царь, получив эту челобитную, отвечает этому диакону запрещенному. Нет, я ничем тебе помочь не могу, понимаешь? Я боюсь, что если я к патриарху пойду с этим, Никон отдаст мне свой посох, патриарший посох отдаст мне и скажет, возьми его, паси монахов и священников. Я же не прикословлю твоей власти над вельможами и народом. Зачем же ты ставишь мне препятствие по отношению к монахам и священникам? Вот это точная формировка симфонии государственных царковных властей. При этом, Савино-Строжевском монастыре, на службе присутствует антихийский патриарх Макарий и царь. Чтец читает молитвы и по ходу службы говорит, благослови отче. Тут царь вскакивает и говорит, что ты говоришь, мужик, дальше я не решаюсь цитировать, дело в том, что дальнейшее написано арабскими буквами, но по-русски. Такой-то сын. Тут патриарх говорит, надо благословить владыка, а не благослови отче. И вот от начала службы до конца он учил, царь учил монахов обрядом и говорил, читайте то-то, пойте такой-то канон, такой-то эрмост, такой-то тропарь таким-то глазом. Если они ошибались, он поправлял их с бранью. Теперь некий быт, уже просто быт людей в Москве, то, что увидел архидиакон Павел. Внимание православных девиц. Девицы в Москве покрывал платков не носят. Так что можно отличить девицу от замужней. Вот что почему-то ушло из нашей церковной жизни. Трехлетнюю девчонку старают платок носить. С какой стать? Платок это знак власти мужа над женой. Если она девка, должна ходить просто волосой. И поэтому она пишет, поэтому можно отличить девицу от замужней. патриархи Никона не поминали. Это еще Украина входит в Лидии Константинопольского патриарха. И хотя входит уже в состав Российского царства, но еще в церковном отношении не подчиняется. На Украине, а потом в России что он видит? В доме каждого человека по 10 и более детей с белыми волосами на голове. За большую белизну мы называли их старцами. Они погодки и идут лесенкой один за другим. В земле казаков нет налогов. Во всех кельях в Киево-Печерской лавре, во всех кельях у митрополита, епископа, архимандрита, дьякона или монаха имеется бесчетное множество дорогого оружия. Алжирские черкесские ружья, сабли, пистолеты, луки и так далее. Среди настоятелей монастырей в земле казаков есть люди-ученые, законоведы, ораторы, знающие логику и философию, но они не называют Константинопольского патриарха вселенским, а только архиепископом. Об этом у них есть много исследований и обильные свидетельства, так что они привели нас в большое изумление. Вот очень интересная деталь. Между татарами и землей казаков расстояние в 5-6 дней пути по безлюдным и пустынным землям. Вот это сегодня стоит помнить. Это то, что называется Новороссия, Донецк, Харьков, Харьков может быть это уже слободская Украина, а вот дальше 5-6 дней пути, пустые степи, это то, что только при Румянцеве и Потемкине было завоевано и цивилизовано, оккультурено. И это стоит сегодня помнить. То различие чувствуется до сих пор. и на выборах Украины, которые были в прошлом году, расколы на центральную и западную Украину с одной стороны, восточную и с другой. Вот это лишнее напоминание о том, что Украина трудно складывалась. Это неоднородное образование. Теперь в России, что его очень поразило, в России по отчеству зовут даже крестьян. Московиты известны своими знаниями, мудростью, проницательностью, ловкостью, сметливостью, глубокомысленными вопросами, которые ставят в тупик ученых и заставляют их краснеть. Черный хлеб любит больше белого. Когда воевода посылал нашему патриарху подарок, ночи из родных города проезжает, и воевода, губернатор по-современному, делает патриарху подарки. Сначала посылает слуг с подарками, потом лично приходит. Сначала посылается черный хлеб, потом белый, потому что черный хлеб у них в большей части, чем белый. молотят только хлеб сжатый за два года до этого. Это очень интересное правило. Хлеб нового урожая не молотят, два года вылеживается, высушивается. Наверное, так более твердая пшеница, что ли, получается, более сухая, более высокого качества считалось. Волосы женщины собирают под колпак, так что шея у женщины остается открытой. Знай, что в земле казаков и московитов мы вообще не видели человека, пораженного уродством, недостатком или слепотой, расслабленного, покаженного или больного. Если и встречается болезнь, то только у кого-нибудь из богачей. И то богачи страдают болью в ногах подагрой. Знай, что воеводы в этой стране люди-ученые, законоведы, философы, логично рассуждающие, любят тонкие вопросы и глубомысленные споры. Они приобретают знания от наставников к ним приезжающих, от патриархов и архиереев, которых они обыкновенно расспрашивают, а когда те ответят на их вопросы, то подчиняются. Мы видели у каждого из них тысячи больших книг, которые они охотно читают днем и ночью. Они, то есть воеводы, не имеют пристрастия к вину или веселью. У воевод киевских мы видели целые вазы книг, но что Киев в сравнении с Москвой? Калужские воеводы нас спрашивали, скажите, от Адама до Рождества ведь пять тысяч лет. От уплощения Христа до этого года прошло 1654 года. А от Адама до сих пор 7162. Откуда лишние восемь лет появились? И никого не нашлось, кто мог бы дать ему ответ. Мы раньше сами об этом немало спрашивали в Кенстнополе и никто не дал нам ответа. Пока наконец мы из древних греческих книг не убедились, что уплощение Христа совершилось в 5508 году. Теперь к быту возвращаемся опять. Значит, в Москве зимой вставляют, чтобы было теплее, вторые рамы. Вторые рамы со следой, но на ночь эту вторую раму вынимают со следой и вставляют ставни полностью глухие и обитые войлоком, тем самым ночью хранится тепло. Вот опять же интересная деталька из одежды. Наутро все спешили в церковь, нарядившись в лучшие свои платья. Все были одеты в лучшие свои платья, а особенно женщины. И это по любви их к святому Симеону, память которого в этот день праздновалась. Вот бабоньки, ну почему вы так скучно одеваетесь? Все-таки действительно эпоха это платье. Вот одно из самых для меня потрясающих впечатлений это Ялтинская набережная. Если кто из вас бывал там последние годы, набережная города Ялты, и там фотомастера поставили галерею. То есть есть какие-то платьицы, костюмчики какие-то, дам 19 века с юбками. И вот можно их одеть, надеть их можно, или влезть в них как-то вот так вот, они наполовину пошиты сзади свободно входишь. Это просто потрясающе. Я два часа глаз не мог отвести. ПТУшница, глаза просто банки от Кока-Колы. Ну надень на нее приличное платье. Слушай, какая же красавица становится. И глазки осмысленные становятся. Если из джинсов вылезти из этой униформы идиотской и одеться по-человечески, женское начало глубокое просыпается, удивительно совершенно. Так вот, и в церковной нашей жизни, ну почему же сегодня все черно-коричневые телогреки в храме? Видите, самые же яркие красивые платья русские бабы надевали, когда шли в храм. Вдовы у московитов плачут не так, как у нас, то есть у арабов. У нас вдовы сердятся на церковь и на священников. И на Бога, конечно, где справедливость. У арабов, если кто умрет, даже и не преждевременно, то и вы семейные, весь город перебудет своим боем и криками, издавая мы своим голосом, как делают беснующиеся арабы, от которых это приняли и мы. то есть мы греки православные там же. Вот у московитов сдержанно. Ничего такого нет. С другой стороны, священников во время эпидемии умерло бесчетное число, церкви опустили. Оставшиеся в живых священники приобрели огромные богатства, ибо не успевая погребать поодиночке, отпевали за раз многих и брали за них сколько хотели. А бедня доходила до трех рублей и больше, да и за эту цену всегда можно было найти священника. Вот опять, понимаете, ну пестрый этот мир сложный. С одной стороны, потрясающие эти долгие там молитвы, устойкость, и вдруг такого рода бизнес на мертвых. Но вновь напомню, число подлецов в рясах всегда одно и то же, стабильное, евангельское, каждый двенадцатый. Как Иуда был один из двенадцати, вот так эта пропорция до сих пор такой же и остается. Так, начинаем бороться со школьными учебниками. Потому что у меня такое ощущение было в советской школе, когда я учился, что до семнадцатого года весь русский народ голодал. Тысячу лет голодали. Первый брешь в этом моем представлении о стране мрака, которая была до семнадцатого года, было пробито, когда вдруг мне сказали, что на масленицу устраивали мужики соревнования, кто больше блинов съест. Я не могу понять, какие блины, там же голодуха была, только попы эти вот бужуи ели-то, да, и толстели, а народ-то тощий, прозрачный ходил. Теперь слушайте, в семнадцатый век Москва, собак московитых кормят всегда мясом, а поят молоком. Поэтому каждая собака может бороться с целой толпой и никого не подпустит к себе. А, да, и самое интересное, значит, самое дешевое время в жизни Москвы, зима. Зимой самые дешевые продукты, зимой самые дешевые товары все-все-все, включая мрамор и так далее. Почему? Потому что дешевизна пути, дороги. Конечно, это вечная проблема России, дороги, но зимою прекрасное сообщение по рекам. Реки замерзали, и на санях по рекам можно было легко везти. А этот араб поражается чем? Он впервые санки увидел. «Слушайте, одна лошадь может везти столько груза, сколько 20 наших лошадей». На телеге это понятно. А по льду да на санях, конечно, огромная грузоподъемность, и поэтому дешевая транспортировка получается. интересное свидетельство царь Иоанн был человек храбрый, обладавший хитростью и ловкостью, весьма склонный к гневу, любящий пролитие крови, так что, как говорят, спецнаручно убил своего сына. Заметьте, Никого и Карамзина еще и Фомини нет, а представление об Иване Грозном вполне определенное и негативное все-таки. А вот про почти что ваши края и очень интересная запись. Сибирь это великая татарская страна, простирающаяся до соединения с Китайской империей. Дальше. Пропитание всех францких стран, то есть Англии и так далее, идет из запасов этой страны. Из Архангельска до Англии 15 дней пути на корабле. Это опять к вопросу о нищете той самой Руси. Европу кормила. В Москве тогда было 400 храмов, а престолов 10 тысяч. Вот опять Великий пост. Первые три дня Великого Поста не бывают торговли, закрыты съестные лавки. Наконец, отстаяв обеднюю в среду, царь разговелся сладким компотом. То есть первые три дня вообще ничего не едят, а в среду после литургии сладкий компотик пьет чай. Все, царь и все. Затем снова царь постится до позднего утра субботы. После обедния в субботу причастился, вкусил антидор и позавтракал. Особенно строгий надзор бывает за жителями на первой неделе поста, по среднам и пятнадцам, страстной и в первые четыре дня Пасхи, чтобы люди не пьянствовали, их стягают без всякого милосердия и жалости. Дальше он описывает квас, совершенно незнакомый ему напиток, и удивляется, в этой стране вообще не пьют воду. Только квас, ну, пиво может быть, не пьют воду, и поэтому больных у них так мало. Дальше следует описание знаменитой сцены, как патриарх Никон разбивает новые иконы. Это, достаточно известная часто цитируемая сцена, одна из причин раскола, между прочим. То есть какие-то новые живописцы на польский, украинский манер стали рисовать иконы фряжского письма в таком реалистическом стиле. Патриарх Никон публично в Кремле на ступенях Успенского собора разбивал их о ступени. А для народа эти подробности были менее важны, поэтому обвинили его в ваконоборчице. Богохульник кощунствует и так далее. Вообще Никон говорил в красноречивых выражениях последовательно и неспешно. Когда он запинался или ошибался, он долго обдумывал и молчал. Некому было порицать его и досадовать, но все молча и внимательно слушали его слова. Никон никому не позволяет входить в его кельи, если человек умеет читать. То есть вся прислуга патриарха только из неграмотных. По вполне понятной причине, чтобы те документы, бумаги, которые у патриарха лежат, чтобы посторонний взгляд не смог их прочитать и потом куда-то вынести, рассказать об этом. Теперь вот интересно, откуда идет рождественская елка. У нас обычно говорят там Петр Первый, откуда-то из Голландии и так далее. Вы знаете, был свой прецедент. У нас был обычай украшать дерево леденцами, сладостями, игрушками, но это делалось на вербанное воскресенье. Перед крестным ходом внесли дерево, ветки которого украшены кистя из изюма, леденцов и яблок. Дерево ставили в сани и крепко привязывали. И вот это, конечно, один из самых потрясающих обрядов, который был в 17 веке. Вербанное воскресенье, крестный ход. Как известно, вербанное воскресенье это вход Господень в Иерусалим. Согласно Евангелию, Христос въехал в Иерусалим на Ослике. И, конечно же, у нас старались максимально точно воспроизводить все евангельские подробности. Патриарх и литургический образ царя, но где в Москве найти Ослика? Кроме того, понимаете, проблема в том, что патриарх Никон крупный мужик и облачение у него 16 килограммов жемчуга только было на его облачениях, не считая веса парчи там и так далее. Ну, какой Ослик это вынесет? Поэтому, конечно, патриарх ехал на лошадке. Но этой лошадке привешивали ослиные уши и с той поры считали Осликом. Этого Ослика, крупный мальчик получился, Ослика ввел под усцы царь, лично Алексей Михайлович. Соответственно, за это патриарх каждый год платил царю 100 рублей. Царь эти деньги не тратил, а складывал в отдельную шкатулку каждый год и пояснял, это единственные деньги в моей жизни, которые я заработал. И поэтому я хочу быть погребенным на эти деньги. Не за счет казны, а вот за заработанные мною деньги. Дальше, когда, соответственно, происходит такого рода ход на Ярдань или вот вербное воскресенье, значит, из казны выдавалось 200-300 новых кафтанов московским мальчишкам. Их задача была следующая. Когда Христос входил в Русалим, то дети кричали Асанна сыну Давидову и метали свои одежды под ноги ослика, на котором восседал Христос. Соответственно, московские дети должны были делать то же самое. Но царское жестокое правительство поступало следующим образом. Детям выдавали бесплатно эту одежду каждый год, чтобы они не свою одежду бросали, а хорошую, нормальную, дорогую. То есть бросили, ослик прошел этот самый, мальчик берет кафтанчик, бежит дальше и через 100 метров снова бросает. Это такой вот ручеек. А потом эту одежду забирали себе навсегда. На первом изкресенья ставят стол с нищими перед патриаршей трапезой. Патриарх сам кормит нищих, а потом омывает им ноги, раздавая милостыню до последнего. Затем вот Великую Пятницу очень интересный был обычай омовения мощей. Все мощи всех московских кремлевских соборов приносили в Успенский собор и омывали их святой водой. Вот. в чем там он говорит мощи стола Христофора были и так далее и тому подобное. Теперь интересная санитарная проблема. Значит весь ссор и нечистоты в городе свозили на Москварику и кучами они лежали там на льду. Потом когда лед таял то все это уносилось по реке. Первый разводной мост оказывается был не в Петербурге а в Москве. Второй разводной мост был. Но разводился этот мост не в этом направлении а поворачивался от течения вот так чтобы дать пройти кораблям а затем снова возвращался на место. То есть вот в этой горизонтальной плоскости этот мост разводился. Удивительно что в Москве еще была такая форма отопления дома в окна вставлялись куски льда. То есть оконный проем заставлялся кусками льда. Чуть-чуть прозрачно но от вьюги точно защищает более-менее тепло. А вот теперь конечно удивительная вещь торговля московитов это деспотичная торговля. Это торговля сытых людей потому что с них не взимают налогов. Говорят они на рынке при торговле мало. При попытке торговаться сердятся. Цена одинаковая на всем рынке. Понимаете что здесь возмущает араба? На Ближнем Востоке поход на рынок это целое культурное мероприятие. Это ты обидишь если что-то купишь без торговли. Надо же два часа пособачиться поговорить все новости узнать и так далее. А только потом эх ладно друг лично для тебя скидка ладно пять копеек. А вот с московыми вещами так не получалось. Торговля сытых людей. Не хочешь не покупай. Цена одинаковая на всем рынке. Потраговаться не удается. Как избирали епископов? Иногда патриарх кого пожелает того назначает епископом. Иногда устраивают жребий 12 лиц 12 имен пишется на бумажках. Бумажки прикрепляют к свече и кладут на престол. Три дня служат литургии на этом престоле. Через три дня призывают маленького мальчика. Чу-бумажку он возьмет тот и будет епископом. Интересные правила безопасности. Нельзя смотреть на Кремль больше одной минуты. Арестовывают сразу. В Троице Сергея Лаври иностранец может находиться только одну ночь. Не больше. Даже для патриарха исключения не делается. Кстати внутри Троице Сергея Лаври было три рыбных пруда канахов. Большая часть из них славится своей святостью. Мы видели собственными глазами, что некоторые из них носят на теле по 40 лет железные пояса из цепей. Свои рубахи и платья они не меняют, пока те совершенно не истлеют на них. Но вот что удивительно, мы обоняли от них запах подобный мускусу. Удивительно, что Господь удостоил нас узреть таких святых в наши дни. Вот вы знаете, по древним монашеским книгам это известно. Есть такое выражение в монашеской литературе «Его уста дышали постом». Это не запах квашной капусты. Нет. А просто действительно удивительно есть от того, что мы едим, когда воняют те животные, которые едят мясо. Хищники воняют. Травоядные животные как раз не воняют. И вот человек это тоже касается. Когда человек живет в посте и не кушает мясную пищу годами, он пахнуть начинает иначе. И вот действительно его уста дышали постом. И вот здесь пример об этих монахах. От них не было вони. Да, опять же по поводу замерзших рек и льдов. Арабский дьякон не может не заметить, не похвастаться. В Евангелии сказано, что апостол Петр ходил по воде один раз. А мы много раз путешествовали по воде не замочив ног. Ну, я не знаю, вы понимаете это или нет. Я это понял только тогда, когда однажды в Салихарде вот там опьь, да, ведь течет. Через опьь вот там есть трасса идущая. И действительно это удивительное совершенно впечатление, ну, по Байкалу однажды займошему тоже вот так ездил, когда вот эти вот зеленые изумрудные глыбы, снег смело ветром и колесами машин. И действительно прозрачная дорога под тобою. Это совершенно особое, конечно, впечатление. Не грязный лед и так далее. В чудовом монастыре в Кремле царь встал у колонн на своем месте, но заметил, что за его спиной оказалась икона на колонне. Царь показал икону унести, чтобы не стоять к ней спиной. Пасха, опять начинается Вторая Пасха. И вот, что его поражает больше всего. Мы просто горели от стыда. Когда женщины и девицы целовали священников в уста, а священники целовали, я говоря, Христос воскресе. Еще более возмутило его в жизни московитов это то, что женщины сидят за одним столом с мужчинами. Затем хозяйка взяла сосуд с водкой, поднесла нам и села с нами за стол. Таков их обычай. Ну, а теперь я зачитаю вам большой отрывочек, но чтобы был понятен аромат этого времени. Когда шведский король удостоверился, что его положение стало безнадежным и что у него нет сил удержать Варшаву и Краков, шведы Польшу захватили, то он, шведский король, послал заключить договор с королем Венгров, так как у него одинаково нечистое исповедание и лютеранская вера. И король шведский обещал Венгерскому королю отдать Варшаву и Краков, если тот поможет. Так как упомянутый король Венгерский раньше оказывал помощь, когда они в том нуждались, господарям Валахии и Молдавии, то Венгерский король послал требовать у господарей Валахии и Молдавии помощь в несколько тысяч войск. Против своей воли они дали ему помощь, и он выставил в поход среди зимы в сильные холода, отчего множество людей войск утонуло в реках, погибло от холода. Пошел он к упомянутым городам Варшаву и Краков и взял их. Теперь он соединился со шведским королем и тот усилился. Так было сделано по совету Хмеля. Это интересная вещь. Хмельницкий, Богдан Хмельницкий называется Хмелем в этой книге. И историки говорят, что это подлинная фамилия. Хмельницкий это полонизированная форма, а Хмель, скорее всего, оригинальная хохлядская кличка его. Значит, Хмель дал ему в помощь 50 тысяч человек, вследствие чего никто из ляхов не осмелился на него идти. Когда же он выступал из своей страны, с ним было больше 60 тысяч войсков, а вся военная сила венгров составляет с 40 до 50 тысяч. Но венгерский король приступил к пределу справедливости и совершил в стране ляхов неописуемые злодеяния. Разрушил многие церкви и монастыри, стал клеветать на Хмеля и поносить его. Теперь я завладел обеими государствами в Аллахии и Молдавии, они в моей власти, страна венгерского, страна моего отца и предков, и теперь я только не осталось подчинить только этого мужика Хмеля и начал собирать ратников против него и избивать его казаков. Когда об этом дошло до ушей Хмеля, он разгневался на короля и послал к крымскому хану, сплоняя хана идти на короля войной и отдать его в руки ему Хмелю. Так и было. Тогда турки и татары услыхали, когда турки и татары услыхали о походе венгерского короля в страну ляхов, предпринятым без их спроса, и о том, что молдавские и валашские господари подали помощь венгерскому королю, то сильно рассердились на них. Так что между татарами и турками стали идти слухи о том, что семь королей идут войной на их страну в Великое Заговине. И хан выступил в поход и должен пройти по этой стране. На границе Турции от Дуная до Будды прошла молва, что турки вместе с татарами идут войной на страну венгра, опустошат измут страну валахов и молдаван за то, что оказали помощь венграм. Тогда господарь созвал войска своей страны, они стали сражаться и готовиться в поход. Посланцы Хмельницкого хану убеждали его выставить в поход и Хмель дал ему дорогу. По рассказам татары взяли в плен 25 тысяч ленгерского войска, не считая убитых и так далее. В общем, действительно, такая тотальная война всех против всех. Причем, что удивительно, это постоянные переходы из одного лагеря в другой. Всегда воюет, а тут Хмельницкий обращается за помощью к крымскому хану. И вот это, конечно, очень непростой мир. И в этой связи я в заключение хотел бы перейти к совсем странным вещам, а именно то, что более всего удивляет в этой книге. Давайте я начну зачитывать о комментарии позже. Турки и евреи были в страхе от казаков, подвергаясь беспримерным жестокостям. Их постигло великое бедствие, и не будь нашего владыки-патриарха, который заступался за евреев, казаки совсем бы их уничтожили. А как могло быть иначе, если они их враги? Евреев заключали в оковы и мучили в продолжение целых ночей, чтобы они крестились и показали свои богатства. С другой стороны, господин Валахий Матфей в знак дружбы с турками, в присутствии турецкого посла, приказал обезглавить множество пленных казаков, говоря, что он ненавидит казаков, и что он друг мусульман. Вот интересная запись. «Доуваговечит Бог царство турок во веки веков, ибо турки, хотя и берут харач, это налог с неверта, однако же турки не входят ни в какие счеты по делам веры, будет ли она христианская, еврейская или самарянская. Но эти проклятые ляхи не довольствовались десятин из братьев во Христе с украинцев, которых держали в рабстве, а отдавали их во власть врагов Христа, жестоких евреев. Харач, то есть народ в пользу Турции, в Аллахии, собирается со всех велимож, а простой народ ничего не платит, кроме тех, кто арендует государственные земли. Кстати, этот Харач предназначен только на содержание Янычарского полка в Константинополе. Ну, дальше реакция, поскольку вот она описывает жестокости поляков в отношении казакам через евреев. Ответная реакция война Богдана Хмельницкого. И даже раньше, 40 лет назад ляхи сожгли, но сначала то, что было, ляхи сожгли митрополита земли казаков вместе с 11 священниками и епископами, изжарив их в огне на железных прутьях. И вот начинается ответная реакция. Хмель, да будет долга его жизнь. Завладев бесчисленными городами, истребил в них целиком все чужие народы, и теперь эта страна занята чисто православными казаками. В Киеве пряталось несколько тысяч католических священников. Их связали веревками, которыми они были опоясаны, поясами, францисканцами, и побросали в Днепр для потопления. Сначала подвергнутых сильнейшим истязаниям. Наконец, их тела были съедены псами. Сто тысяч евреев спрятались в крепости Тульчин. Казаки взяли крепость и избили их мечами, не мечами, а палками и поленьями. Младенцев вытаскивали копьями из беременных женщин. Мы спрашивали еврея Яки, что сделал хмель с евреями в стране ляхов, и тот отвечал, что он больше причинил ему зла, чем в древности виспасиан. На это мы рассмеялись. К вопросу обилимых на глазах терпимость и нетерпимость вот это все-таки удивительно пестрая и сложная культура и психология. В чем-то удивительно тонкая, удивительно милосердная и покаянная, а в чем-то потрясающе жестокая, не видящая совершенно боли инаковерующих людей. Значит, это то, что было в земле казаков. Теперь в Московии. Но вот опять то, что касается местных земель. Сибирские татары рассказывали, что у них были мечети с минаретами, но Никон приказал их разрушить. Оказывается, были взаимные набеги. То есть мы обычно с вами знаем о набегах татар, на русские города. Из Крымского хана и так далее, сожжение Москвы. Но было и обратное. И вот Павел Олепский пишет, у каждой богатой женщины в Москве бывает 50-60 рабынь. У каждого важного человека 70-80 рабов. Они обращают их в христианство, хотят они этого или нет, крестят даже насильно. Если потом увидят, что они хорошо ведут себя и усердно верят, то их женят между собою и детям дают самые лучшие имена. Лучшие значит честь самых почитаемых святых имеют в виду. Мы заметили в них тапожность и смирение, каких не встречали даже среди лучших христиан. Они научились тайным верой и обрядом и стали такими, что лучше быть нельзя. Это описание крещенных татар. При взятии Смоленск царь нашел в городе много евреев, которые скрывали себя, переодевшись христианами. Но московиты узнали их по неумению делать крестное знамение. По приказанию царя всех их собрали и потребовали, чтобы они крестились, если хотят спасти себе жизнь. Кто уверовал и крестился, тот сохранил свою жизнь. Тех, кто не пожелал, посадили деревянные дома и сожгли. В Смоленске младенцев евреев, армян и ляхов клали в бочки и бросали в Днепр. Ибо московиты до крайности ненавидят еретиков и язычников. Всех мужчин сбивали беспощадно, а женщин и детей брали в плен. В плен было взято более ста тысяч человек. Восемь мальчиков и девочек продавали за один рубль. В Москве уже после этого похода. Что касается городов, сдавшихся добровольно, то тех из жителей, которые приняли крещение, оставляли. А кто не пожелал креститься, тех зовется добровольно, там более мягкая политика. Если город взят мечом, христиане не имеют права жить в этом городе. Вот также здесь указается городов, взятых мечом, то есть требив в них население, московиты сами селились в них. При этом, однако, московиты никогда не любили войн, стремясь к спокойствию и безмятежной жизни, и говорили, наша страна велика, хватит нам, наше царство обширно с нас довольна. Теперь, значит, уже дано дальше другое сообщение, что патриарх Никон сказал нашему учителю, то есть патриарху Макарию, что царь взял для себя из областей, которые не покорились мирно, 300 тысяч пленных людей. Кроме того, брали ратники или мужи. Мы видели, что как по 8 маленьких польских детей продавались за полтинник. Ну, а теперь вот интересный мемуар о патриархе Никоне. Значит, приехали к царю Алексею Михайловичу данники. Какие-то языческие сибирские народы. Их называли собачьи лицы, греки называли. Ну, непонятно, кто это были, ненцы, кто-то еще. Ну, только одна маленькая деталь, дьякон Павел пишет, что у них не было разницы между стариками и юношами. Почему? Потому что бороды не росли у мужчин, безбородые мужчины были. И вот, соответственно, идет такой эпизод. «Оправда ли, спросил их патриарх Никон, что вы едите человеческое мясо? Они засмеялись и ответили, мы едим своих покойников и едим собак. Почему бы нам не есть людей?» Никон сказал, «У меня есть человек достойный смерти, я пошлю его к вам, чтобы вы его съели». Те начали усиленно просить его, говоря, «Владыка, сколько ты не найдешь преступников, осужденных на смерть, ты не беспокойся, не убивай их, отдай нам, мы их всех съедим». Когда приехал сюда митрополит города Миры, городства Николая Мирликийского, то за многие гнусные поступки его и его спутников, а именно оказалось, что его архимандрит и дьякон курили табак, немедленно всех выслали в заточение. Так вот, Никон был в гневе на этого дьякона до сих пор, ибо никакое преступление у него не прощается. И он послал привести этого дьякона к собачьим лицам, чтобы они его съели. Но дьякон спрятался, и гонцы не нашли его. При знакомстве с самоедами Никон взял меня за руку, позвал дикарей и сказал им в шутку, чтобы они съели меня. Он хотел посмеяться, а я оробел и сильно испугался. То же самое проделал он с другими, отдавая их дикарям. Был среди нас дьякон сербского архиепископа. Дикари схватили его и потащили, причем порвали ему в клочья одежду. С трудом освободили его из их рук, и только тогда освободили, когда Никон дал им за него в виде выкупа много рыбы и денег. А беднякость дьякон от страха проболела долгое время. При каждой епархии есть тюрьма, снабженная тяжкими железными оковами и большими деревянными колодками. Если кто-то из настоятелей монастырей или важных священников совершит проступок, того заключают в оковы, и он должен просеивать муку днем и ночью при пекарне, пока не отбудет срок наказания. В епископском доме есть большая тюрьма с большими цепями. Если кто из крестьян епископа провинится, украдет или убьет, его приводят сюда и наказывают, как мы это видели, наказывают даже смертью или ударами, смотря по вине. Наконец, строят сергиевые лаври, они увидели деревянную келью, в которой не было дверей. И там были какие-то люди, мы спросили, кто это, и нам сказали, это там находятся три человека, это декана. У этих деканов во время эпидемии умерли жены, и они потом женились на других женщинах. Никон, узнав об этом, приказал арестовать этих деканов, лишил их сана и приказал запереть их, то есть построить вокруг них в лавре эту деревянную избушку, сруб, замуровать их в этом деревянном срубе без пищи, без воды, чтобы они умерли там от голода. То есть странное время, конечно. Это надо помнить. Но при этом, видите, были в это время и удивительные взлеты, и удивительно светлые стороны. Было что-то иное. Но я считаю, что действительно, эта книга архиадиакона Павла Олепского это то, что имеет смысл читать, иметь в домашней библиотеке. И, конечно же, это очень важный источник, который позволяет откорректировать очень многие обычные школьные штампы, в основном, к сожалению, вполне антирусской направленности. Ну, а теперь переходим к обсуждению. Уточните, Николай II окончательно канонизированный или вопрос еще не решен? Да нет, уже аж окончательный. Архиевский собор это решил. Причем с правами поместного собора. Многие считают, что на нем много народной крови. Многие считают, но это считают так неучи, которые не знают русской истории. простите, какой-нибудь ленский расстрел, печальная страница, страшная страница, без всякого сомнения. Но кто стрелял? Кто приказывал? Еврейский золотопромышленник, а отнюдь не государев чиновник. Кровавое воскресенье. Царя не было в столице. Он очень сдержан в своем дневнике. Тем не менее, 6 января пишет, как тяжко. Получил известие из Петербурга кровь, как тяжко, тяжело. Это долгая история к Кровавым воскресеньям. Вина императора только в одном. В том, что он допустил смену правительства под давлением революционеров, либералов, при смене правительства сменился министр внутренних дел и старый министр не успел новому передать информацию о том, что Поп Гапон стал двойным агентом. Да, Поп Гапон был агентом охранки. Это правда. Но он был потерянным агентом. Потому что он, войдя в революционную среду, он сам стал сочувствовать революционерам. И поэтому, соответственно, об этом знали очень маленький круг людей. И поэтому, когда новый министр и городоначальник узнали, что эту демонстрацию организует Поп Гапон, решили все под контролем. Все будет нормально. А на самом деле была совершенно откровенная вооруженная провокация. И потом уже в эмиграции Поп Гапон об этом уже сам же рассказывает. Что оружие у них было. А они шли с иконами и хоругами, которые выкрали, разбив несколько церквей по дороге и прочее, и прочее. И простите, я думаю, что уж тем более после того, что мы видели в Киргизии и так далее, я думаю, это просто на автомате. Армия должна стрелять в толпу, стреляя в тружную правительственную резиденцию, а не просто разбегаться. Это не проявление кровавости, это норма закона. Можно ли считать отца Павла Флоренского полностью православным? Но он священник русско-православной церкви. Однако при этом многие из его суждений, они очень личный характер носят. Я бы сказал так, что в отличие от всех остальных русских великих философов 20-го столетия, которые шли от неверия к православию, от марксизма к православию, будь Бердяева или Бугакова, Струва, Франко, Флоренский единственный, который скорее шел в противоположную сторону и от профессорства Московской духовной академии, потом, когда читаешь его ныне публикуемые рукописи 20-30-х годов, то видишь, что скорее он уходил куда-то в сторону оккультных блужданий. И честно говоря, для меня самое печальное впечатление от Флоренского это его письма из Соловков. ни одного упоминания о Христе. Про водоросли пишет, что-то там и так далее, о Христе нет. Это удивительно, потому что ведь есть другие письма священников из Соловков. И в тех письмах главная тема Христос, Бог, душа. У Флоренского этого не было. То есть какая-то внутренняя катастрофа там имела место. Что вы думаете о перспективе миссионерства в Китае? А зачем? Нам нужно работать с китайцами, которые здесь. То есть пока китайцы в России учат наш язык и они адаптируются к нам, вот и нужно создавать миссионерские структуры, работающие с китайцами. Вот понимаете, у нас, я помню, однажды в Иркутске дело было, открытый эфир, прямой эфир, по местному телевидению тема «Можно ли вводить в государственной школе уроки основ православной культуры?» И какая-то девочка с улицы, на улице камера, микрофон, вопросы с улицы, и какая-то деваха говорит «Ну как же, ну батюшка, ну как же вводить основы православной культуры? У нас же ведь в стране много приезжих, а не обидит ли их преподавание православной культуры?» Вот это, говорю, девочка, вы спутали Россию и гостиницу России. Приезжие в гостинице России живут, а те приезжие, которые запрещают коренному населению изучать свой язык, веру и культуру, это не приезжие называется, другое слово для этого есть, оккупанты. Так вот, именно, когда мы действительно видим, понимаете, или недавно, да чуть ли не у вас, по-моему, какой-то местный деятель от национальных меньшинств что-то такое говорит в телевизионной дискуссии. Понимаете, у нас тут вот нет равенства. Почему русская диаспора превозносит себя над азербайджанской диаспорой, чеченской диаспорой, еврейской диаспорой, мы все равны, и русская диаспора не лучше других? Понимаете, фенечку, да? Мы, оказывается, диаспора здесь. Так вот, все же мы здесь не диаспора, мы в своей стране, открытой стране, которая готова принимать другие народы, людей, независимо от их национальности. Но это означает следующее. Тем более, именно потому, что меняется этнический состав России, тем более срочно в школах надо вводить сугубые курсы русской литературы, языка и православия. Для того, чтобы гены русской культуры передавались детям мигрантов. Чтобы не было стены отчуждения, чтобы они входили в нашу культуру. Видите, как Франция за свою культуру, светскую культуру, атеистическую, масонскую, ну как борется. Никаких хиджабов, ничего, учиться по общей стандартной программе, никаких национальных школ и так далее. Хотя во Франции уж сколько там, 20% алжирцев и так далее. не разрешают им алжирские школы создавать. Вы должны быть французами и мы будем решать, что вы будете знать из нашей культуры и истории. У нас должен быть с вами общая платформа, должна быть, одинаковые очки, через которые мы смотрим на культуру и историю нашей страны и наше будущее и так далее. А иначе это сегментизация общества, сегрегация неизбежная. Так вот, в этих условиях, ладно, Франция действительно, она создана французской революцией в значительной степени, и нынешняя Франция. Атеистическая, конечно, идея, масонская и так далее. Но простите, Россия-то создавалась на других дрожжах, на дрожжах православной веры, православной культуры. Значит, поэтому тем более для сохранения единства России, единого культурного пространства, психологического пространства, тем более, пусть китайские детишки, рождающиеся в российских чайна-таунах, но пусть не ходят в общие русские школы и учат там алфавит нашей культуры, вообще и алфавит нашей духовной культуры. А не так, ой, у нас в классе привезли два китайца, поэтому русский язык забыли. Наоборот, еще больше давайте учить русский язык. Ваше мнение о платной исповеди. У нас это практикуется, не верю, врет автор записки. Нигде в русской церкви нет платной исповеди. Был ли шанс дальнейшего процветания России, развития и процветания России, России, Алексея и Аввакума? И почему элита в основе своей поддержала реформу Петра Первого? Может, надоело строгость и захотелось прозвлечься? Но я об этом говорил в лекции, что вот эта попытка принудительного о богочестивлевания всей российской жизни она кончилась срывом. Что касается шансов дальнейшего процветания, у России Аввакума и Алексея Михайловича шансов не было. Просто по одной простой причине. Если бы победила Аввакумовская идея, то в этом случае кадильный занавес упал бы между Россией и Европой. Конечно, хорошо хранить свою культуру, самобытность и так далее, но штука-то вот в чем. Начинался 18-й уже век. Даже в конце 17-го века уже было понятно. А что такое конец 17-го века, начало 18-го? Это означает, начинается война технологий, когда исход боя определяется не количеством сабель или штыков, а качеством пороха, качеством рудины, оружейного чугуна, быстроходности, маневрности кораблей и так далее, и тому подобное. Так вот, соответственно, если бы Россия не провела Петровскую вестернизацию, модернизацию, то она при своих старых стрельцах к концу 18-го века стала бы колонией. Не то Турции, не то Швеции, не то Польши. А понимаете, нельзя заимствовать вооружение современное, не беря технологии его производства. Вот даже во времена, которые описывает орхидиакон Павел Олепский, он пишет, патриарх Никон послал царю Алексею Михайловичу под Смоленск в армию 50 тысяч шведских ружей, которые патриарх Никон купил за свои деньги. Кстати, я забыл интересную деталь сказать. У нас часто в учебниках литературы, истории и так далее пишут о несметных богатствах русских монастырей. Вот диакон Павел Олепский пишет, что да, действительно, огромные богатства были у троти Сергея Лавры и у других монастырей, но монахи не имели права не прикоснуться к этим богатствам. Богатства монастырей считались стабилизационным фондом царя. И на случай войны, бедствия, вот только тогда эти ресурсы могли быть использованы. А до той поры, в мирное время, ни одного рубля настоятель монастыря не имел права использовать без разрешения государя. А формально вроде бы монастырские деньги, монастырская казна. Начинается война, и каждый монастырь должен на свой счет снарядить целый полк. Полностью снарядить, снабжать и послать на фронт. И вот видите, опять же, шведские ружья покупал патриарх ником. И этого, конечно, было недостаточно, этого мало. Нужна своя технология необходима производства вооружений. А нельзя наладить выпуск современных вооружений, не имея современной индустрии. А нельзя создать современную индустрию, не создав современную школу, современный университет, современную науку. А нельзя создать европейскую школу, не взяв европейский образ мысли. А нельзя взять европейский образ жизни, не беря европейскую бытовую культуру, в том числе истрижение оборот, платья, рубашки и так далее, и тому подобное. Органическая, целостная вещь культура. Понимал все это Петр или нет, не знаю, но рука Божья в этом была. Потому что не будь раскола, не будь петровских реформ последующих, Россия исчезла бы, она не выжила бы. Вчера здесь продавались ваши новые книги, к сожалению, не все смогли их купить. Не знаю, то, что я привез из Москвы, кажется, кончилось действительно все. Большинство моих новых книг, ну вот пять книг за последние полгода издало издательство «Эксмо», светское издательство, поэтому в светских магазинах они могут быть. По крайней мере, если бы мардировать этим вопросом продавцов в крупных светских магазинах, может быть, те запомнят мою фамилию и при составлении заказа в московских крупных оптовых фирмах, эти позиции тоже отметят, да, дайте-ка нам десяточку или сколько этих книжек. Надо цензурировать, что-то вырезать, править. А маленький Кураево, ну что это такое? Я время от времени это вижу иногда, когда какие-то там семинаристы или молодые священники пробуют в чем-то мне подражать. Ну, по-моему, не получается. Ну, понимаете, это надо пройти мой путь, чтобы что-то себе такое позволять. А в остальном, по-известному анекдоту. Слушай, Изя, что все вокруг говорят «Шаляпин, шаляпин»? Что в нем такого особенного? Слушай, а ты слушал того «Шаляпина»? Нет, и не слушал мне вчера Рабиновича пел ничего особенного, я тебе скажу. В чем разница между рок-концертом и дискотекой? Разница, по-моему, вполне очевидная. На дискотеку люди приходят для того, чтобы не думать. А мир дискотеки, он весь одинаковый. А вот мир рок-музыки, он разный. И там есть вибраторы, а есть мыслители. Это совсем не одно и то же. И поэтому есть... Ну, скажу так. Однажды на одном концерте мы работали с Вячеславом Бутусовым. Я к нему подхожу и говорю, «Вячеслав, вот я узнал, что оказывается...» Ну, он так между тем сказал, что едет в один город. Не буду называть какой. Небольшой городок. Я говорю, «Вячеслав, у меня там тоже планируется лекция через две недели». «А скажите, а можете вы ребятам, которые пойдут на ваш концерт, объявить о моих лекциях?» И он говорит, «Нет, Александр, я не смогу этого издаваться. Потому что если бы вы знали...» Какой, по-моему, он даже сброд сказал. Собирается на мои концерты в маленьких городах. То есть, понимаете, одно дело, скажем, Петербург или Москва, ну, может быть, Екатеринбург, да? Здесь большой город, большая рок-тусовка. Соответственно, у людей есть свои вкусы. И когда приезжает конкретная группа, приходят именно те, кто ценит именно эту группу. К Шевчуку идут поклонники Шевчука, Накинчева, армия Алисы и так далее. А когда приезжает какая-то рок-команда в маленький город, то там, соответственно, это огромное событие для местного города. И собираются все любители всего, что называет себя рок-музыкой, которые не знают текстов наших песен, не отличают нас один от другого и так далее. И поэтому, на самом деле, они приходят туда скорее, чтобы оттянуться и обращаться к таким людям со словом о Христе, в общем, это бессмысленно. Так вот, мир рок-музыки, он разнообразен. Особенно в крупных городах, в студенческой, университетской среде. И там, действительно, есть мир мысли, мир хорошей поэзии. И вот к таким людям и можно обратиться. И когда я на рок-концертах появляюсь с проповедью, то моя задача очень простая. Побудить рокеров стать большими рокерами. То есть, чтобы ребята приходили не выберировать в такт аудиоколонкам и их децибелам, а чтобы они приходили думать. То есть подумать, обращать внимание не на ритм, а на слова. На то, о чем говорит, о чем кричит рок-певец. О чем болит его душа. В чем его боль, в чем надежда его. Подумайте. Для него это серьезно. Если вы его любите, то цените. Ну, почувствуйте его. И его веру. Как он относится к своей обретенной вере. Вот поэтому все-таки. Я помню, меня однажды спросили после каких-то первых опытов. Отец Андрей, ну что же, вам до такой степени все равно, да, с кем выступать. А если я, скажем, попсовый пичка позовет, что тоже пойдете. Я, конечно, так говорю, что нет, наверное, с попсовыми певичками не пойду. Но, знаете, это был не совсем искренний ответ, потому что легко отказываться от того, чего у тебя нет. Вот легко сказать, мальчик, возьми вот ту связку бананов. Но если ее нет, очень легко отказываться. Жертву голодающим детям Африки. Ту связку бананов, которых у меня нет. А когда они у тебя вот здесь есть и есть, уже жабы начинают душить, да, понятное дело. Так вот, так же и здесь. Легко отказываться от того, чего у тебя нет в руках. Так вот, римский папа Иоанн Павел II легко отказывался от католической миссии на Украине. Пока был железный занавес, Советский Союз. Тогда католики говорили, да, конечно, что, времена крестовых походов позади, у нас теперь хинди-руси, пхай-пхай. Но только стена пала, сразу оказалось, что все охотничьи инстинкты еще живы, все работает и так далее. Так вот, тем не менее, сейчас у меня появилось снова право говорить, что да, с попсой не пойду. Потому что вот осенью минувшего года на Украине, там я работал на команду Януковича, вот, и было предложение из штаба Януковича, отец Андреев. Вот мы Алену Апину зовем, давайте вы вместе будете работать, проповедать у него концерт. Я сказал, нет, ребята. Вот если бы позвали Шевчука, с ним бы я вместе работал, а с Аленой Апиной, извините. Почему вы считаете, что рок-музыка только для подростков? Ну, нет, конечно. Сегодня уже первое поколение рок-фанатов, уже давно дедушки и бабушки. Как вы относитесь к красивой, приятной электронной музыке? Слушайте, ну по записке же это невозможно описать, как относиться, чего, что. Почему вы на лекциях так много внимания для этих какому-то буддизму? Разве он может чем-то обогатить христианство? Ну, насчет обогатить, это сложный вопрос, потому что мир культуры многое сложен, и взаимное влияние есть и очень интересное, и необычное, скажем, насчет обогащения христианства буддистскими какими-то идеями. Ну, классическая есть такая опория, такой камень, на котором много зубов сломано. Это житие царевича Иосафа. Житие Иосафа – это текст, который в основных сюжетных ходах повторяет жизнь Будды. И даже своё название Иосаф – это бодхисаттва, собственно говоря. И вот немало, сотни книг на эту тему написаны и европейскими историками, и нашими. Кого это серьёзно заинтересует, лучшее исследование на эту тему принадлежит Перу Владимира Кирилловича Шохина. Называется «Индия в культуре Древней Руси». Это книга ещё советских времён изданий, издательство наук, редакция Восточной литературы. Очень добротное, интересное исследование. Там подчеркиваются и общие ходы мысли, и различия, очень интересные различия. Причём у нас считается, что автором «Жития о царе Иосафе» является эта повесть преподобного Иоанна Дамаскина. Недавно даже переизданная церковным властью с таким названием «Преподобный Иоанн Дамаскин» – «Повесть о Варламе и Иосафе». Так что взаимные влияния бывают. И обратные влияния бывают. Некоторые историки полагают, что сама идея бодхисаттва родилась в буддизме под влиянием христианской проповеди. И такая версия тоже существует. Ну а кроме того, буддизм – это самый главный враг христианства. Потому что умный. Самый умный. Буддистская философия очень интересна, интеллектуальна, логична, умна. И поэтому, понимаете, она на 100% противоречит христианству. Не на 10, не на 15. Это абсолютно альтернативная система мышления. И хотя бы поэтому надо к ней относиться серьезно. И надо знать. В чем разница между философией и богословием? Философ говорит о Боге он, богослов – ты. Поэтому богословие – это философия в звательном падеже. Скажите, что с Глазьевым? Давно ли вы с ним общались? К сожалению, давно. Где-то неделя три назад он звонил мне, звал на заседание политсовета своей партии. Но у меня не было в Москве, уже расписано было мое расписание на этот месяц. Поэтому вот увидеться, поговорить не удалось. Я помню, где-то месяца два назад Жириновским на эту тему говорил, спросил, что с Глазьевым как раз. И Жириновский, ну, журналистов рядом не было. То есть они были, но камеры были выключены. Поэтому он спокойно так, без всякого позерства, спокойно говорил. И Жириновский сказал так, ну, по-моему, все понятно. Сережу и Сережа хотели сделать замену Зюганова. То есть Кремлю нужен управляемый новый лидер Компартии. Новое поколение, но при этом более-менее управляемое и так далее. И он должен был стать главным теоретиком коммунистов, а потом сменить Зюганова. А Сережа вместо этого пошел в самостоятельную политику. Ну и, понятно, его раздавили. В общем, я думаю, что это вполне правильное понимание этих событий. Укрупнение краев и областей. Ваша позиция. А что должна быть? У католиков священство принимает обет безбрачия и нестяжания. Насчет нестяжания я не слышал. Монашеские обеты, да, они одинаковые у православных католиков. Послушание, целомудрие, нестяжание. Это одинаковые монашеские обеты у православных католиков. А у приходского духовенства насчет нестяжания я не слышал. Безбрачия, да. В общем, может быть, нам у них надо это позаимствовать. Чего заимствовать? У кого у них? У наших же святых первого тысячелетия. То есть это двитная вещь. И это действительно очень важно. Понимаете, очень многие люди сегодня, не зная своего православия, своих корней, своей истории, видят что-то на чужбине, говорят, как здорово, нам бы это. Да подождите, зачем эту замечательную тёлку везти из-за моря? Тёлку, в смысле телёнка. За морем тёлка-полушка, друг перевоз. Я в этом смысле имею в виду. Если у нас, у самих таких пеструшек огромное количество. Зачем? И это очень часто бывает. В конце концов, я думаю, что путь того же упомянутого мной Владимира Кириловича Шохина. Он был совершенно таким же. Востоковед. Интересовался восточной культурой, философией. Понимает язык этой культуры. И вдруг однажды повернулся к миру православия. И вдруг заметил, что, боже мой, оказывается, то, что он искал далеко в Индии, очень многое из этого есть и в родной православной традиции. Но кроме этого, есть ещё и что-то такого, чего Индия дать не может. Как вы относитесь к книгам врача Коновалова и его методике лечения? Плохо отношусь. Не то врач, не то рвач, скорее. Просто оккультист. Не тратьте вы силы и деньги на этих всевозможных модных псевдоакадемиков. Типа Нарбекова, Гробового и прочее, и прочее, и прочее. В заключение, чтобы долго на эту тему не говорить, простой совет. Как в современных камнях в джунглях выживать? Если некий человек представляется в прессе при встречах в интернете академик, то, скорее всего, шарлатан. Дело в том, что академикам имеет право называть себя только действительные члены Российской Академии Наук. Точка. Всё, список закрыт. Список их найдите на официальном сайте Академии Наук. Все остальные должны уточнять Академик Академии Художественных Наук, Академик Академии Медицинских Наук, Академик Академии Образования, Академик Академии Педагогических Наук. Всё. Точка. Список закрыт. Это более-менее приличные академические структуры, существовавшие отчасти в Царской Олимпиарской России, отчасти в Советском Союзе. А вот всё то, что было создано в послесоветские годы, это попса и бизнес. Всякие Академии Галактического Разума, Российская Академия Естественных Наук, Международная Академия Информатизации, Третья Академия Пятого Подъезда, Шестого Жека. Это бизнес. Вот я помню, однажды, бизнес делается очень просто. Однажды, помнится, слышу новость, в интернет-рассылке Патриархии значится. Значит, митрополиту Кириллу вручена орден Звезда Вернадского за заслуги перед наукой. Я удивляюсь, как-то странное дело, моя жизнь связана с миром академической науки, причём потомственно, так сказать. Мой отец был ещё мастерём Академии Наук, президиум Академии Наук. Не слыхал никогда о такой награде. Начинаю искать. Обращаюсь к незаменимому оружию современного инквизитора, к интернету. Начинаю искать. Очень скоро все мои худшие опасения подтверждаются. Оказывается, предыдущим человеком, кто был вождён этой звездой Вернадского за слуги перед наукой, был директор центрального рынка города Москва. За выдающийся вклад в науку. Всё понимаю. То есть, как делаются такой роды вещи? Несколько друзей решают сделать небольшие деньги, кишевтики и так далее. Заказывают где-нибудь на монетном дворе какую-нибудь красивую медальку, ещё что-то, чеканят дипломчики, создают и регистрируют какую-нибудь частную фирму, частное предприятие с очень ограниченной ответственностью. Соответственно, называют очень пышно. Суперакадемия, межакадемическая академия и прочее, прочее. Затем выходят на какого-нибудь известного человека, вручают ему членский диплом за номером один и фотографируются рядом с ним. А потом всем остальным говорят, ну вот видишь, у нас серьёзная лавочка. Видишь, вот фотография, вот кто номер, хочешь быть номером вторым? 10 тысяч баксов. И вот идёт такое родо чередование. Каким-то известным людям получается что-то бесплатно, остальным за деньги. А затем, соответственно, эти люди, которые покупают себе таким образом, вот такого рода корочки, затем вдруг начинают быть поразительно скромными. И журналистам представляются так, вы знаете, да, вот я член, действительно член суперакадемии пяти континентов и восьми океанов. Слушай, ну давайте, короче, я вижу, напишите просто академик. Просто академик. Зачем подробности? Так вот, если вы видите, что человек представляется так, это сигнал тревоги. Значит, перед вами шарлатан. Так, ну, об инквизиции речь зашла раз, о ней речь зашла. Это тема уже завтрашняя нашей встречи. Вот будем говорить о том, об одном из самых печальных мифов, который создан в истории последних столетий. Завтра в 7 часов в этом же зале. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Егорова